Пу-пу-пу. Так. Когда люди говорят, мы решили расстаться, они лицемерят. Такое решение всегда принимает кто-то один. Тот, кто решил уйти. Считается, что ему легче. Ведь не его бросили. Он на самом деле больно обоим. Тогда зачем это нужно? Расставаться. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Я пойду поздороваюсь. Хорошо. А позже подойду. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Ну, пресса у нас будет. Хорошая. Вы уверены, что хорошая? Ну, пресса будет, а я думаю, что хорошо. Здравствуйте. Привет. Представишь? Да. Да, это Слава Петренко. Да. Очень приятно. Я тоже фотограф. Талантлива, да? Я недавно говорил, она раскроется ещё как художник. Да? Кстати, я видел ваши работы. Это не дурно. А вы не пробовали преподавать мастерству? А что? Академическая фотография Славы Петренко, по-моему, звучит неплохо. Я подумаю над вашим предложением. Спасибо. Я украду на секунду. Можно? Только ненадолго. Я... Слава. Ты слышала? Слышала. Академическая фотография. Слава, ну, зачем пришёл? Нену, я ж не мог пропустить такое событие. Здрасте. Знаешь, галереи твои фотографии выглядят гораздо лучше, чем у нас дома. Нашего дома больше нет. Да, я знаю. Как раз у меня такая просьба к тебе. Срочно от Олега нужно съехать. Ясно. Ты не подумай. Я нашёл себе вариант. Отличный. Недорого. Просто две недели там люди будут съезжать. Вот думал, какое-то время перекантоваться у тебя. Слава, я тебя прошу, поживи у кого-нибудь ещё, а? У кого нет. Мы же вроде не чужие друг друга. Благодарю. Благодарю. Первый раз со мной такое не видение, а полная бессмыслица. Солнце, море, пальмы, страшный мотоцикл и ребёнок весь из света. Значит, он ещё не зачат. Ну, может быть, что-то ещё? Да, я видела ещё каких-то влюблённых и за ними наблюдала женщина. И явно ей это не очень нравилось. Соперница? Или, не побоюсь этого слова, жена? Это может быть опасно. От расстройства до злодейства один шаг. И что мне теперь делать? Садиться на мотоцикл искать всех этих людей? Или к пальмам махнуть? Никогда не было таких сумбурных видений. Нина, твой дар растёт. Но и задачи усложняются. Хорошо, что… Что? Ты теперь девушка свободная. Ой. Можно и к пальмам? Здрасте. Здравствуйте. Проходите, садитесь. Я на секундочку. Чайку? Нет, спасибо. Слушай, а сегодня у вас сколько? Шесть. Послушай, а… Явка обязательно. Это что, приказ генерального? Корпоративный дух, деваться некуда. Хоть бы маскарад не устроили, как в прошлом году. Да. Что-то кислый такой Маша будет? Не знаю. Съезжу. Выясню. В съезде, выясни, зануда. Ура. А во-вторых, пофотографируй всё абсолютно бесплатно. Как бесплатно? Ну, может, вашему директору так понравится, что он мне сделает огромную скидку на поездку в теплые страны. Давайте попробуем. Договорились? Да, сегодня в шесть. А вы за этим пришли? Нет, вообще, я хотела к Пальмам полететь. Ну, теперь, думаю, дождусь скидки. Хорошо, тогда до встречи. До свидания. До свидания. Ну, что? Митя, ничего, опять ничего. Это бесконечное ожидание. Эти таблетки. Всё зря я больше. Я не могу. Я схожу с ума. Успокойся, успокойся, успокойся. Маша, ну, послушай, ну, может, мы слишком зациклились, а? Ну, может быть, нам стоит отдохнуть, а? Отвлечься. Мы зациклились. Ну, отдохнуть. Пожить для себя, да? Друг для друга. Но это не наш месяц. У нас обязательно будет ребёнок. Сегодня пойдём на корпоратив заодно и развеешься. Что? Что? Какой корпоратив? Ты что такое говоришь? Ты что, не видишь, что со мной происходит? Мне выйти хочется на Луну. А ты меня на праздник зовёшь? Знаешь, что иди отдыхай сам без меня. Маша, Маша, ну, ну, зачем ты так говоришь? Ну, нельзя же целыми днями сидеть и убиваться. Ну, почему? Ты посмотри на себя. Ты каждый день ходишь в трауре. Маша, я человек. Я человек. Я жить хочу. Да. Я хочу смеяться, радоваться. Так вот оно что. Я-то думала, что мы с тобой заодно, а я оказывается одна. Ты опять начинаешь? Я не начинаю. Маша, как я устал от этого всего, а? Ах, устал? Да. Так иди, отдыхай. Иди. Отдохни. Витя. 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 Тебе выпить-то можно? Да. Давай, давай. С праздником. С праздником. Ну как, совсем плохо? А? Ну, честно говоря, не очень. Да ладно тебе. Сначала людей годами не получается. Потом раз и счастье. Знаю ведь историю про счастье. Только те, у кого ничего не получается, они истории не пишут. Хочешь, я тебе смешную историю расскажу? Давай. Абонент недоступен. Оставьте сообщение после сигнала. Вить, прости меня. Я зациклилась. Ну, ну, ну пойми ж ты меня. А давай я сейчас приеду и мы все обсудим. Понимаешь, и он говорит, что пейс Джан – это наивысшее проявление свободы. Ага. Свободное падение составляет максимум восемь секунд. Восемь секунд? Но прелесть не в прыжке. Прелесть в том, что ты не разбился. Что ты приземлился, что ты не умер. Понимаешь, это просто потрясающе. Я, конечно, хочу попробовать. И когда… Конечно. Конечно. И, понимаешь, и, как он говорит, что, когда ты касаешься земли, ногами – это… это наивысшее проявление свободы. Наивысшее. Свободное. Все, понимаешь? О, прости, ради бога. Да, давай. Машка! Я, наверное, помешала. Что ты такое говоришь? Машка! Я, пожалуй, пойду, вы продолжайте. Машка, я очень рад, что ты пришла. Барышни. Вы такие замечательные. Так хорошо смотритесь. Такие жизнерадостные. Такие спортивные. Так держаться. Машка, ну что ты говоришь? Ну, люди же смотрят. Да, люди смотрят. Я не понимаю. И видят, какая я жалкая и опанутая. Пойдем поговорим. Да я не хочу с тобой говорить. Я видеть тебя не хочу. И вообще, можешь сделать все, что хочешь. А я подаю на развод. И не ходи за мной. Не поделись, девчонки. Да ладно, ну чего бывает. Может, сделаем общую фотографию? Маша! Постой! Отлично. Может, я все-таки с тобой пойду? Все и расскажу. Сколько раз сам пробовал, ни в какую не хочется. Ну, что ты ей расскажешь? Ну, то, что ты мне все уши про нее прожужжал. Угу. Она тебе взяла и поверила. Это раньше она была другая. Но сейчас как будто подменили. Не ест ни черта. Постоянные истерики. Ну да, конечно, тут надо что-то делать. Ты прости меня, конечно. Может, вам в сексе что-то поменять? И, ну, все наладится. Не знаю. Может, ты и права. Сам не помню, когда последний раз секс нормальный был. Все по расписанию. Чувствую себя как… Как Донна в пробирке. Ты великомученик. Пора уже тебе. Давай. Не пуха. Машка. Маш! Зачем с ней приехал? Ты что, меня добить хочешь? У тебя совесть есть? Маша, я сейчас вам все объясню. Не лезь, пожалуйста. Мы сами разберемся. Да, действительно. Ах, Инна, вам не терпится заполучить его теплики. Нет, ну, это смешно. Инна, сядь в машину, пожалуйста. Маша, давай, давай просто поговорим. Я с тобой разговаривать не собираюсь. Я тебя видеть не хочу. Инна, может быть, вы ничего не знаете? Он ко мне приезжает, умоляет, разводиться не хочет. У вас вообще есть гордость или ее нет? Ну, зачем вы так? Ах, посмотрите, она его еще и защищает. Маша, вы заблуждаетесь. Да сядь ты в машину! Ай! А тебе я вот что скажу. Это не ты со мной разводишься, а я с тобой. Понятно? Пошли. Так, мука. Привет, Мана. Привет. Слав, ты ж никогда не готовила. Зачем тебе это? Это просто блинчики. Треца. О, оказывается, яйца нужны. Я купила. Немного, умнички. Как знала. Свежая пресса? Да, здесь статья про выставку. Ага. Че пишут? Я еще не читала. Сейчас. На городской фото-выставке в прошлый выходной один из авторов Нины Мигаева показала вверх бездарности, композиции решены плоско, слабо невнятно. Самым банальным способом. Да глупости это все, Нин. Нет, ну… Просто… Во многом они, конечно, правы. В чем? В чем они правы? Ну-ка, объясни. Ну… Ну… Ну, вот смотри, у автора… Такая тяга к крупным планам, не потому ли, что он не в состоянии внятно проработать фон? И черно-белая фотография – это Даня Ретро или автор не умеет? Это все правда, Слава. Я не умею работать с цветом, с фотографиями, с фоном. Но ты мне всегда об этом говорил. Вот там вот и мой место. Ясно? Спасибо. Нинка, ты талант. Ты посмотри, как в тебя вцепился Дворкин. Дворкин! Дворкин, а не какой-нибудь там Пупкин! Нинка, я тебя понимаю. Знаешь, этот мир вокруг искусства такой жестокий. А ты умирание мою. Нежная такая. Ладно. Ладно, все, проехали. Черт с ним, мы с этой выставкой. Че там с блинчиками? О, с блинчиками. Очень все аппетитно. Ну, и как это есть? Ну, не аппетитно. Ну, одни комочки, Слава. Приготовлю сейчас. Давай я все переделаю. Да. Нужны яйца. Да. Слава. Да. Субтитры создавал DimaTorzok Что случилось? Нет, я нормально. Тебе нужно куда-то бежать, давай отвезу. Нет, спасибо, я сама. Да я просто отвезу, вопросов задавать не буду. Нин, обещай. Спасибо, я сама. А, ну хорошо, хорошо. О! Инка, прости меня. Ты меня поддерживала, а я вел себя, как свинья. Да. Ну, прости ты ради бога, а? Давай. И проваливай. Ин, я не понял. Да шутка, проходи. Спасибо тебе огромное, Инка. Мне с тобой безумно легко. Вот знаешь, говорят, между мужчиной и женщиной дружбы не существует. Я, находясь рядом с тобой, в это категорически не верю. Давай за тебя. Нет, давай за дружбу. Нет, за тебя. Давай за дружбу. Давай. Давай за дружбу. Давай. Вить, скажи, а ты Маше изменял? Нет, зачем? Зачем? Ну, ты мужчин, конечно, идеальный. Что значит, зачем? Мужчины так не спрашивают. Ну, скажи, а почему? Да не хотел. Да мне в голову это не приходило. Ты потом просто не хотел ее терять. Ну, это да. Да мне до сих пор не верится, что между нами это все происходит. Я ведь как жил? Я думал, что Маша, она, ну, как воздух. Она будет всегда рядом. Она будет всегда со мной. Так она и будет с тобой. Всегда. Ты понимаешь, если, если она твой человек, то вы будете вместе. Просто нужно отвлечься, я не знаю, там, расслабиться. Вот. Я всегда об этом говорю, она не хочет. А при чем здесь она? Это тебе надо расслабиться, тебе надо отвлечься. Вить, это ты должен жить сегодняшним днем. Когда ты будешь уверен, она сама к тебе придет. Думаешь? Да я знаю. Знаешь, когда мне хочется поныть, поплакать, я думаю, вдруг этот день будет последним. А я буду с соплями и красным носом. Я возьму от этого дня все. А ты как хочешь. А и правда. Не было никаких вчера, не будет никаких завтра. Все. За настоящее. Да. А. А. А-а-а-а! Мужик, у него еще перчатки были, как он убийца. Ребенок его ужасно боится, и я его понимаю. Не знаю, его невозможно представить ни рядом с Инной, ни рядом с Машей. Почему? Любовь, как мне говорили, зла. Маша вся рафинированная, такая барышня. Нет, Инна, конечно, экстремалка, но даже для нее это слишком. Нет, он просто не может быть отцом ребенка. Хотя… А я, кстати, знаю про твою статью. Работы откровенно слабые, бездарные, безыскусные. Это плевок трудящимся товарищам в лицо, которые купили билет на так называемую выставку. Подожди, там не было таких слов. И что это за товарищи трудящиеся? Одна тысяча девятьсот двадцать первый год, так писал Афанасий Воронов про выставку «Марка Шагал». А кто такой Афанасий Воронов? Вот именно. Так что радуйся. Если тебя ругают, значит ты… Существуешь. Собирайся. Маша. Собирайся. Маша. Собирайся. Это твое. Побыстрее меня ждут. Маш, я просто хочу поговорить. Не надо, собирайся, пожалуйста. У тебя новые духи? Да, теперь у меня все новое. Две недели до развода. Жду не дождусь. Маш, давай. Робот, пусти. Маш, давай просто поговорим. Пусти меня. Да дай ты мне сказать. Пусти меня. Я не хочу с тобой разговаривать. Читали? Читала. Даже наизусть выучила. Теперь все читатели камеры знают, кто я. Какая к чертям камера? Ниночка, я же вам говорил, не читайте всякие. Читайте журнал «Фото». Фото? О, Господи. Какая же ты у меня сумасшедшая, Машка. Ладно. Можешь за вещами заехать завтра. Я даже сама тебе соберу чемодан. Маша, не понял. А что? Мы же только что… Что мы же? Нет никаких «мы». Это был просто секс. Раньше ты изменяла мне с ней, а теперь ей со мной. Вот и все. Маша, пока мы были вместе, я тебя ни с кем другим, ни с Инной, не изменял. Пока были вместе, значит вы все-таки сволочь. Сволочь. Да. Зоя. Соглашайся. Я говорю, соглашайся. Нет, Дима, нет. Посмотри, ну что ты. Привет, привет. О чем спор? Не, ну вот послушай, мне дали путевку. На два дня, на работе. Два дня? На базу отдыха. Я хочу, чтобы Зоя поехала с Данилкой. Там спортивные игры, футбол, баскетбол. Не, ну ты меня знаешь, я люблю море, солнце. Лежать, чтобы все включено. Можно, Кость? Зоя, у тебя парень растет, ему нагрузки нужны. Ну там, хорошие инструкторы, опытные. Инструкторы опытные? Да. Зоя, и что, симпатичные? Очень. Ой, Зоя, соглашайся, я бы поехала с удовольствием. Но я не могу. Из-за дела? Какое-то непонятное. Было видение, потом тишина. Потом еще одно и опять тишина. Угу. Когда это было месяц назад, по-моему. Ну, как только Славка ко мне переехала. Как он что, еще не съехал? Угу. Общал, что скоро. Ты что, ты ему веришь? Не, ну он просто хочет тебя вернуть, ты это понимаешь? Он знает, что между нами все, знает. Знает, знает, а под одной крышей с тобой проживает. Ты это, давай, поаккуратнее с ним. Ну, что будет? Нинка. А? Ты прости меня наглую морду. На две недели попросился, а уже месяц у тебя тусуюсь. Ладно, жили сколько надо. Спасибо. А я с хозяином, нормально вроде договорился. Обещали через две недели съехать. Ремонт затем. Ни в какую. Представляешь ли я? Нинка, чё, опять видение? По корзине нашла. Сколько раз тебе говорила, убирай мусор за собой. Лин, можно я тебе всё объясню? А я всё поняла? Это же ты заказал эту статью? Ты сдал мои слабые места, да? Ты что думал, что… Если подрежешь мне крылья, вернусь к тебе. Вся побитая и несчастная. И буду наконец-то знать своё место. Я думаю, собраться второй раз будет не сложно. Нет. Да, Слав. Прости. Ты… Ты уже здесь? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Макс? Я… Я поняла, только что поняла. Девушку нужно спасать Инну. У неё будет ребёнок. Что ты видела? Тот мужик жуткий на мотоцикле, он байкер. И девушка с ним была. И я уверена, что это была Инна. Она с мотоцикла упала. Мало того, что он ребёнка может потерять, она может вообще умереть. Что собираешься делать? Если б я знала, что делать, я б уже делала, а не сидела тут с тобой. В общем, есть какие-то предложения? Можно попробовать подтолкнуть судьбу. Подтолкнуть, как бы направить в другое русло. Я не понимаю. Вот как маленького ребёнка учат, что горячим можно обжечься. Дают потрогать ему чайник, но не слишком горячий. И он отдёргивает руку. Ему горячо и неприятно. Но не ожог. Что? Мне посадить Инну на байк? Скорее всего, вовремя её оттуда снять. Девочки, я всё узнала. Да где я найду этих байкеров? Сейчас вообще не созрую. Можно пригласить твою Инну в кафе байкерское. Точно. От тебя есть толк. Иногда. Алло, Инна. Да, это Нина, фотограф. Фотографии готовы. Хорошо получилось. Может, встретимся? Привет, замёрзла? Привет. Нет, нормально. Так, вот тебе флешка. Я, правда, ещё хочу фотографию одну распечатать. Большую для офиса. Может, поможешь выбрать? Да, конечно. Только давай куда-нибудь, где чай можно или что-нибудь. Я как раз знаю недалеко байкерское кафе. Тебе понравится. Нет, только не байкерское. А может, прям сюда? Ну, пошли сюда. Угу. Прости, я думала, байкерское кафе — это как раз твоя тема. Ты же любишься такое экстремальное. Ну, люблю, только не байкеров. Спасибо. На байке я разбилась. Как? Ну, как, как? В дребезги. Только не совсем, конечно, видишь, собрали по кусочкам. Только парню моему не повезло. Сочувствую. Я после этого не то что сесть на мотоцикл, смотреть не могу на них. Меня отрок берёт. Подожди, а эта авария, она была в ангаре? И какие-то трюки на мотоцикле? Нет, на шоссе. Автокатастрофа. Угу. С того дня, конечно, многое поняла, что завтра может не быть. И жить нужно сегодня, и брать ведь сегодня всё. Это ты про него? Про Витю? Нет. Нет, нет. Он же от Маши сам не свой. Он очень смешной. Они живут, у них дом напротив, он всё время в окно смотрит. Он, конечно, милый такой, хороший. А мне почему-то на вечеринке показалось, что между вами прям что-то… Нет. Мы друзья, коллеги. У него есть семья, Маша, ему нужны дети. Этого всё я ему дать не смогу. Почему? У меня не может быть детей. Та авария, я была беременна и сама-то всмятку не то что. Странно, ты так легко об этом говоришь. Но у жены Виктора тоже никак не получается забеременеть. Бог не даёт, значит, так надо. Это не Инна, точно. Я теперь вообще ничего не понимаю. Ну, не одна ты другая, разве не так? Нет. Мария, она такая вся правильная, что ли. Такие женщины в консерваторию ходят. Они на байках разъезжают. Тем более, она тоже не может зачать ребёнка. Ну, это же ты не от неё знаешь. Не от её врача. Да и потом. Какая девушка хотя бы раз в жизни не мечтает прокатиться на байке? Макс, она с мужем разводится. Ну, какой тут байк? Вот-вот разводится. Расставаясь с прошлым, всегда хочется совершать глупости. Да и тебе бы не мешало. Всё, девчонки, развожусь. Прям так разведёшься? Ничего, Маш, ничто не красит женщину так, как развод. Да. Не знаю. Вы были как две половинки. Если такие люди разводятся, то вообще надежды нет. Но помнишь в институте, вы всегда были державшись за руку. Даже на пару друг друга не отпускали. Как так? Это правда. Мы даже спали держать за руки. Слушайте, я ведь ни разу его не изменяла. Ни разу. И вот сейчас, сколько без него. И представить себя не могу с другим мужчиной. Ну, это пройдёт. Точно тебе говорю. Депрессуха отпустит. Начнутся гулянки, свиданки. О, поехали сейчас к моему Вовке. У них там тусня. Знаем мы твою Вовку. Мы ещё недостаточно выпили, чтоб к нему ехать. Ну. Не уходи. Почему? Малыш, она не может быть беременна. Смотри, кошелёк, кошелёк. Девушка, девушка, вы кошелёк обранили. А, держите. Спасибо. Кольцо. Нравится? Сто лет не носила. А тут думаю, дай надену повод. Девчонки-то вам. Ух ты. Спасибо за кошелёк. Ого. Обычно мужчин нашему столику шампанское передают. Но такого ещё не было. Давай присоединяйся. Садись. Я Нина. Что празднуем? Мы празднуем свободу. Вот она, Маша, разводится с мужем Дираном. А мы её подруги Оля и Рита поддерживаем. Он не тиран. Да брось ты, они все тираны. Вот ты, Нина, замужем была? Ну, я не нашла немножко. Как это? Сбежала я ЗАГСа. Круто рэп. Круто рэп. Я за рулем, но… Значит так, ты сбежавшая невеста, ты сбежавшая жена. И это значит, что вы теперь можете сделать всё, что угодно. Например, пойти на мужской стриптиз или прыгнуть с парашютом. О нет, от парашютов сдержусь. Поехали к Вовке, а? Там такие парни. А кто такой Вовка? Вовка её байкер. Дорога и ветер. Да. Вон наш домик. Красота. Ну, всё. Спасибо, что ты довёз. Удачных выходных вам. Давай. Через пару дней заберу, прошу. Хорошо. Данил, иди прощаться. А Дима уезжает. Данил. Ну, хватит придуриваться. А Дима ехать надо. Иди прощаться. Слушай, он не придуривается. Что случилось? Данилка. Даня, что случилось? Ну-ка, покажи мне ногу. Что случилось? Ну, говори, ну. Ну-ка. Ну, ты даёшь, Данилыч. Сейчас мы посмотрим. Врача у них нет. У меня ребёнок ногу сломал, а у них врача нет. Успокойся. Сейчас посмотрю. Успокойся. Дим, кого вызывать? Не надо никого вызывать. Я сейчас сам посмотрю. Не звони никуда. Успокойся. Да? Сейчас. Сейчас, сейчас. Больно? Потерпи, потерпи. Сейчас ботиночку сниму вот так вот. Аккуратненько. Оп. Тихо, мой хороший. Так. Вот здесь, да? Потерпи немножко. Ага, так. А, Данилка, посмотри, кто к нам пришёл. Ну-ка, посмотри, кто пришёл. Опа. А-а-а! Да ты чё делаешь-то такое? Успокойся, вывик был. Успокойся. Всё, больно? Чуть-чуть? Больно? Ну, нормально всё. Ну, потерпи, мой маленький. Больше больно не сделай. Мам, я не маленький, я большой. Да. Ну, конечно, ты у меня большой. Вот так. Всё. Сейчас поедем домой. Всё будет хорошо. Не надо никуда ехать на ночь глядясь. Идите здесь. Да? Как? Ну, тогда ты тоже остаёшься, иначе я здесь. Я просто с ума сойду. Ну, хорошо, я останусь. Спасибо. Ну что, боец, дадим тебе таблетку, чтобы нога не болела, да? Угу. Давай опять. А с тебя тогда праздничный ужин. Угу. Ха-ха-ха! У-у-у! 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 У-у-у-у! У-у-у! У-у-у! У-у-у-у! У-у-у! У-у-у-у-у! Маша! Браво! Ну чё, кто со мной? Маш, давай, в новую жизнь с ветерком! Давай куртку! Маша, может, не надо, а? Маша, тебе нельзя ехать! Почему? Ты… ты ребёнка потеряешь! Какого ребёнка? Ты вообще ж ничего не знаешь! Давай, поехали! Ой! Что случилось? Ты в порядке? Живой? Как ты чё? Ну, нормально! А ты что, меня спасла, что ли? Я ж могла разбиться! Ты чё творишь, Паша? Ты ж девочку угробить мог! Ты чё, а фонарел с девками выделываться? Никаких тебе больше шоу! Подожди! А что ты говорила про ребёнка? Этого не может быть! Этого почти не может быть! Я точно знаю! Не веришь мне? Сделай тест! Боже мой! Я так ждала! Я так мечтала! Господи! Спасибо тебе! Господи! Подожди! Ты же знала! Как? Как? Ну, какая разница? Знала, не знала! Это она так! От счастья! А что? А? Нет, ничего! Значит, Витя был прав! Нужно было просто расслабиться! Так ты его простишь? Это не важно! У него теперь своя жизнь! И ему не до меня! Ну, откуда ты знаешь? Ты минуту назад не знала, что беременна! Подожди, Маша! Ты же ему скажешь? Маша! Я не хочу, чтобы он возвращался из-за ребёнка! Он счастлив с этой иной! Я уверена! Так что я завтра пойду в ЗАГС и, как семь лет назад скажу, согласна! Спасибо тебе большое! Спасибо! Но я к нему не вернусь! Маша! Ну! Ну, как это могло случиться? Ведь я же рядом была! Ну, что же я за мать-то такая! Ну, что ты выдумываешь? Ты замечательная мать! Лучшая мать на свете! Я же вижу, как Данилка любит тебя! Как ты и любишь Данилку! И вообще, я хочу выпить за тебя! За то, какая ты красивая! Замечательная! И лучшая мать на свете! Давай! Прекрасный тост! Угу! Жалко, Димка, что только ты один это понимаешь! Ну, почему один? У тебя же всегда куча кавалеров! Ну, каких кавалеров? Ну, где они, эти кавалеры? Эй, кавалеры! Вокруг одни козлы! Вот ты замечательный! Угу! Ну, ты мне друг! Ты ведь друг! Ой, Димка! Что же мы наделали-то, а? Как же нас угораздило? Ведь мы же друзья! Не так уж мы и дружили! Да? Угу! Мы с ума сошли! А мне понравилось! Ну, мужчина, что вы делаете? Я не такая! Такая-такая! Да! Жду тропой! Да, это что-то! Да, 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 да! Мамочки, Дима, ты же меня как облупленной знаешь! Ты же, ой, ты про всех моих мужиков знаешь! Ты понимаешь, что если, если что-то будет не так, я просто не смогу тебя потерять! Все будет хорошо! Правда? Да! Мам! Данилка! Мам, ты где? Быстро одевайся! Ты уже встал? Привет! Привет! А где Виктор? Он и ехал! Куда? Разводиться! Чёрт! В какой ЗАГС? В Центральном! Так, если обе стороны согласны расторгнуть брак, стороны согласны? Согласны! Нет! Нет? Да, нет! Тогда или нет? Нет, я не согласен! В случае несогласия одной из сторон, согласно семейному кодексу, дело о разводе должно рассматриваться в судебном порядке! Подождите нас минуточку! Вить, ты же этого хочешь! Я в порядке, давай разводиться! Нет! Ну почему нет? Да потому что я тебя люблю! Любил и всегда любить буду! А по поводу детей, мы обязательно что-нибудь придумаем! У нас будут свои дети! Подождите! Не, не разводите их! Она беременна! Ввиду открывшейся обстоятельств, процедура развода откладывается на неопределённый срок! Поздравляю! Ты опять влезаешь в чужую личную жизнь! Я тебе сколько раз говорил! Твоё дело — нерождённые дети! А всё остальное — разводы, свадьбы, житейские дела — это не твоя работа! Не волнуйся! Свои житейские дела они решили без меня! Ну, чего ты вздыхаешь? Я не понимаю, как они могли довести до того! Маша и Витя, Витя, Взёба хорошие, а ломали свою судьбу, как будто на перегонке! Ну, наверное, они выдержали испытания, сломались! Ведь человек имеет право сломаться! Они не имели права! Ну, ты бы их видел! Нет, ну, когда они нормальные! Знаешь, я только с ними поняла, что такое созданы друг для друга! Ты говоришь, что они созданы друг для друга? Да! Так судьба или не судьба? Они в любом случае должны быть вместе! Разве не так? Нет! Ты не понимаешь! Ну, вот смотри! Вот это Маша! Вот это Витя! Их прямая линия судьбы – быть вместе, любить друг друга и быть счастливыми! Замечательная линия судьбы! Конечно, у них были трудности с рождением детей, но теперь-то мы знаем, теперь, что осталось ждать совсем немного – и ребёнок! А вот это кривая линия судьбы! Маша не выдерживает, психует, срывается на Виктора – и всё – ссоры, развод, мотоциклы! Ребёнок не рождается! Согласен! Некрасиво получается! Некрасиво! Я уже молчу о том, что она могла разбиться с этим байкером! А если даже нет – ну хорошо, они могли бы снова сойтись! Но этого ребёнка, именно этого, уже бы не было! Людям очень часто мешают разные вещи! Иногда это обстоятельства! Иногда люди сами мешают друг другу! Ну, как Маша и Витя! А иногда наоборот – помогают, как ты! Расставание! Иногда это страшная ошибка! Нелепая случайность! И надо сделать всё, чтобы сохранить отношения! Маш, ну сколько можно ссориться, а? Ну, почему мы с тобой как дети? Ну, нельзя нам быть детьми! У нас скоро будет свой, собственный ребёнок! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Или люди расстаются, потому что боятся. Боятся быть искренними друг с другом. Но бывает и так, что надо рвать. Как бы ни было в этот момент больно. Ведь только закрыв одну дверь, когда-нибудь сможешь открыть другую. Для кого-то свобода – это недостижимая мечта. Для кого-то – невыносимый груз. Что касается меня, то я впервые чувствую себя по-настоящему свободно. И мне это нравится. Привет. Привет. Ты меня открываешь? Звоню, тебе звоню. Я танцевала. Одна? Одна. Ну, ты даешь. Я предпочитаю парные танцы. Пожалуйста. Пожалуйста. Чай не хочешь. Конечно, наливай. Ага. Как Аркадий? Да ну, непонятно. Сначала я его бог вещом обвиняла, еще этот поцелуй там. Не знаю. Ну, Нин, понимаешь, Аркадий твой тоже не без греха. У каждого свои тараканы. А вдруг, понимаешь, его тараканы с твоими подружатся? Жизнь — это такая штука, Нин, непредсказуемая. Теперь я точно знаю, всякое бывает. Теперь? У тебя что, было что-то с кем-то? Ну-ка, колись. Было дело. Но больше, Нина, точно не повторится. А чего так? Не понравилось? Очень понравилось. Ну, ты же меня знаешь, люблюсь, привяжусь, а потом еще страдать буду. Не. Ну, почему страдать? А может, он тот самый единственный, а? Субтитры сделал DimaTorzok Ну, конечно, я помнюсь. Не беспокойся, с врачом поговорим. Ты как здесь? Я сделаю зиму. И что? У тебя все в порядке? У нас будет мальчик. И что? Мальчик? Я думаю, это бы ж рад. Так, пойдем поговорим. Нина! Прости, Зой. Прости. Опять? Угу. Тихо. Тихо. Нин, какая ты все-таки счастливая, а? Я бы все отдала, чтоб ко мне вот эти вот самые видения не являлись. Я тебе даже завидую немножко. А я тебе завидую. Нин, у тебя обязательно будет свой ребенок. Обязательно будет. Мальчик или девочка. Тебе его пообещали? Вот, значит, будет. Ну? Слушай, а че? А че я сижу? Мне же идти надо. Зою, прости. Понимаю. Ну, вот они. Вот они. Вот они. Ну, они, мои красавицы. Ну, зарисовать хочешь меня? Ну, мне приготовили. Какие угощения? Целовашки, обнимашки. О, какая вкуснятина. Ну, садись, садись. Рисуй. Ну, здравствуй, моя родная. Привет. 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 Как ты? Нормально. Умница. Устала, я понимаю. Скорей бы все это закончилось. Девчонки по тебе соскучились ужасно. Совсем извинение. Поешь. Не хочу. Слушай, может, я тоже беременна? Да, ну тебя. Как наследник моих долгов? Нормально. Да? Что-то какая-то ты бледная. Не очень сегодня. Плохо? Не очень. Ну, так к врачу надо. У меня такой врач айболит, ты же знаешь. Надо взвеситься, побольше гулять. Ну, как все равно. Ну, ты знаешь, но надо другого врача найти. Ну, на форумах почитать. Я не хочу. Все. Спроси у кого-нибудь. Девчонкам позвони подругу. Будешь слушать. Обещаю, буду. Все. Ладно, пока. Я побежу. Ждем тебя. Девчонки, пока. Пока. Иди сюда. Девочки мои хорошие. Давай, соку попьешь. Хочешь соку? Мамочка. Здрасьте. Извините, что я без спроса фотографирую. Да. Меня зовут Нина Мегаева. Я фотограф. Я ищу новые типажи для выставки. А можно, ваши фотографии на выставку отправлю? Мои? Да. Да что вы. Нет, правда. Смотрите, как хорошо получилось. Посмотрите, от вас сияние. Такое свечение бывает только у беременных женщин. И очень счастливых. Это у вас хорошо получается. А что за выставка? А вот как раз мой телефон. Отправьте почту свою. А я вам всю информацию и фотографию вышлю. Хорошо. Меня Яма зовут. А меня Нина. Очень приятно. Да. А кто девчонки у мамы в животике? Братик! Балтушки. Точно братик, да? Точно братик. У нас муж очень ждет. И вот видите, две девчонки. Ага. Счастлив, наверное. Очень обрадовался. У него просто идея фикс. Мальчик. Ясно. Ясно. Поэтому вот так. А он с самого начала был рад? Конечно. Да? Здорово. Поздравляю. Спасибо. А ну-ка, садись ко мне на ручки. Ну, давай. Все, да? Записали? Да, да, да. Я отправила только что. Вот. Давай. Отлично. Я тогда высылаю вам фотографии и рассказываю про выставку. Да. До свидания. Спасибо большое. Спасибо большое. Девчонки, пока. Пока-пока. 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 Ничего не понимаю. В видении Денис как будто не хотел этого ребенка. А в жизни совсем другая история. Он любит жену, он любит дочек. Он мечтает о сыне. Просто идея. Я сама видела. Что ты видела? Ну, любит он дочек. Но жену может не любить. Нет. А она самозабвенно врет про свою счастливую семейную жизнь. Ну, что ты такого раньше не видела? Нет, Яна не врет. Ну, ты не понимаешь, она открытая, она как ребенок. Я вообще не понимаю, кто может желать ей зла. А в видении были змеи. Прям настоящие. Ненавижу этих гадов. Змеи, это к чему? Может, символ предательства? Пригрела на груди змеи. Владенька, понятно, Владенька. Удивительно все-таки. Что? Знаешь, когда я была беременной, все говорили, что я свечусь. Я смотрю на себя в зеркало и вижу одни отеки. Тут вот, вот он этот свет, Нинка. Тебе это удалось передать? Говори, говори. Люблю грубую лесть. Здорово. Сейчас, один звонок. Алло, Ян, привет. Это Нина, фотограф. Да, я тебе фотографии на почту скинула. Слушай, я пару фотографий распечатала. Очень здорово получилось. Может, встретимся, я тебе передам. На том же месте? Отлично. Отлично. Давай, до встречи. Угу. Она же ничего не знает. У-у-у. Ну, а зачем ее волновать? Ну, да. Главное, что я знаю. Ну, как? Можно хоть на стену вешать. Вообще, я от себя не в восторге, но тут как будто не я. Ну, а кто ты? Лови, 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 лови. Что? Что? Плохо? Что-то нехорошо. Вообще, было, было плохо. Но чтобы так, наверное, надо к врачу ехать. Я за рулем. Давай отвезем. Даже не знаю, куда ехать. У нас врач не очень хороший в консультации. У меня есть отличный врач. Поехали? Да. Только девчонок, закинемся. Хорошо? Хорошо. Пересаживайтесь. Предыдущие беременности протекали без осложнений? Вообще, летала. А тут то слабость, то голова кружится. Может, потому что мальчик? Не хочу вас пугать, но при таких скачках артериального давления, возможно, отслойка плаценты. Настолько серьезно? Да, это нехорошо. Но мы постараемся этого избежать. Понаблюдаем вас в стационаре. Как? Прямо в больницу ложиться? Ну, можно, конечно, и дома. Но зачем рисковать? Нормализуем давление, поколем витаминчиков. Детей есть с кем оставить? Ну, я попрошу свекровь, она посидит. Ну, и прекрасно. В конце концов, вы, на самом деле, очень вовремя обратились. Юленька, вы проводите я одну лабораторию, анализы, ну, вы все знаете. Хорошо. Угу. Привет. Ну, как ты? Меня в больницу кладут. Говорят, вовремя успела. Спасибо тебе. Я тебя навещу. Хорошо. Ну, что? Как? Ваша жена выковыкается. Спасибо. Мне очень жаль. Она слишком долго была бессознательной. Наступила гипоксия. Если мы только нашли ее раньше, как такое могло случиться? И, пожалуйста, прекратите лечиться по интернету. Интернет — большая помойка, а у нас здесь все стерильно. Кто следующий? Аркадий, ты мне нужен. Ну, наконец-то. Женщина, здесь вообще-то очередь. Я понимаю, извините, но у меня дело неотложное. Проходи быстро. Я всех приму. Аркадий, слушай, положи меня к себе в больницу. Зачем? Тебя что-то беспокоит? Да, меня беспокоит. Потапова Яна, твоя пациентка, которую ты только что положила. Ее не смогут найти, ей станет плохо, и она потеряет ребенка. Подожди, подожди. Что значит не смогут найти? Мы ведь в больнице, а не в лесу. Я не знаю. Рассказывай, что ты видел? Я видела тебя и Юлину уже около операционной, когда все. Ты сказал гипоксия. Я тебя очень прошу, положи меня только к ней в палату. Ага. Что? Что-что? Что? Да ну-ка, ты самосошел. Нет, конечно. Смотреть меня, конечно, ты не будешь. Ты меня раскусила. Ну что, поможешь? Приходи завтра с вещами. Нарисуем тебе воспаление. А почему завтра? Может сегодня? Вдруг с ней что-то случится? Ничего с ней не будет. Юля за ней посмотрит. Спасибо. В общем, даже не знаю, как тебя благодарить. Будешь должна. А? Да-да. А можно сок, пожалуйста? Да. Зоя, слушай, а ты Нине про нас ничего не рассказывала? Мы же решили, что ничего не было. Как я могла рассказать о том, чего не было? И хорошо. Все, пойдем. Давай, чего ты? Привет. Привет. Спасибо. Что с вами? С нами? Ничего. А, анекдот рассказала вы. Неприличный. Дима? Угу. Он не мог. Умок, Нина. Он испортился. И, кажется, уже знает, откуда берутся дети. Да ты что? Угу. Кстати, Димка, вот если бы у тебя был ребенок, ты бы кого хотел? Мальчика или девочку? Угу. Я как-то не думал даже. А что? Да нет, ничего. Просто некоторые мужчины почему-то уникально хотят мальчика. Как так можно? Ну? Ведь это же дети. О, можно нам налить? Вот мой Антон всегда говорил, что ему все равно. В принципе, и время показало, что ему все равно. Да ну, неправда. Он хороший отец. Хороший? По крайней мере, деньгами всегда помогают. И в конце концов, мой сын знает, что у него есть отец. А у некоторых детей даже этого нет. Ну, все-все-все. Ну, хватит ругаться. Между прочим, я в больницу ложусь. Что случилось? Быстрее. Да ничего. Со мной все нормально. Я здорова. Для дела надо. Чего? Для дела? А как тебя положат, если ты здорова? Ну, как-как? Аркадий положат? Аркадий. Аркадий? Аркадий? Не, а, Аркадий. Аркадий. А мы что сказали? Аркадий. О, давай. А-а-а. А-а-а. Аркадий. А-а-а. Мама! А-а-а-а. Мама, смотри! Папа приехал! Ох, какой ты стал! Выглядишь отпадно! Смотри, что я тебе привёз! Можно открыть? Да открывай! Давай в комнату! Ура! Открывай! А мы сейчас с мамкой поговорим! А позвонить что, не судьба тебе была? Здравствуй, дорогая! Здравствуй! Стой! Выходи за меня замуж! Антон, ты заболела? Тебе что-то от меня надо? Ты что, сына хочешь забрать? Если честно, я хочу вас обоих забрать! Ты головой рехнулся? Зоя, я чуть не умер! Как? Сердечный приступ! Нет, сейчас всё нормально! Я когда с того света, верней, с больницы, когда домой вернулся, понял, что я совсем один! Нет, ты знаешь, друзья, эти подруги, это всё есть, но никому я, по большому счёту, не нужен! Вот тогда я понял, чего я хочу от жизни! Зоя, я дома хочу! Приходи с работы домой! А там ты и Данилка! Ждёте меня! Зоя! Зоя, только не говори мне, что… Это же Антон! Антон! Он что, мало крови из тебя попил? Прилетел за добавкой? Не, ну он изменился, он… Понимаешь, он другой, он… Он не хочет больше гулять, он хочет семью! Бедненький! Не хочет он гулять, хочет он семью! Сердце у него… Хорошо, сердце ему подлечили, а как эгоизм? Зоя эгоизм, он не лечится! И что он, теперь будет сидеть под пледом, ножки в тазик, а ты ему будешь чай с ромашкой приносить, да? Да, не на буду! Буду! Это Туна самостоятельная! А мне нужен мужчина! Чтобы я о нём заботилась! Чтобы он обо мне! Ну что в этом плохого? Да ничего плохого! Просто Зоенька будет у тебя всё ещё! Это будет! А если не будет? А если я никогда замуж не выйду? Даже если… Я имею в виду… Зоя, если… Лучше уж быть одной, чем с таким Антоном! Одной? Нин, ты… Вообще, ты понимаешь, что такое быть одной? Ну конечно понимаю! Нина! Ты никогда не была одна! Ты только сейчас наслаждаешься свободой! А мне эта свобода вот где! Мне плохо! Неужели этого не понятно? Ладно! Успех у тебя в больнице! Зоя! Привет! Здравствуйте! Принимайте новую соседку! Привет! Ты как здесь? Ты беременна? Нет! 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 Я… Нина Владимировна только планирует забеременеть! И я надеюсь, мы поможем ей! Хорошо! Попросилась в вашу палату! Я так понимаю, что вы подруги? Да, конечно! Нин, зайди попозже, оформь документы! И заберёшь бельё! Да! Хорошо! Спасибо! Как самочувствие? Ой! Спасибо, Аркадий Иванович! Сегодня гораздо лучше! По сравнению с вчерашним днём, небо и земля! Ну, если так пойдёт, то недельку понаблюдаем и будем выписываться! Аркадий Иванович, знаете, я даже не знаю, как спросить! Просто ваша медсестра, она за мной следит что ли? Я вышла позвонить, она за мной! А вы привыкайте! У нас очень внимательный медперсонал! Ой! Извините, муж звонит! Спасибо! М? Я переодеваться? Я помогу! Иди уже! Ну, чего ты волнуешься? Ну, конечно! С врачом поговорю! На Рябиновой всё помню! Пока! Да! Ты как здесь? Я сделала УЗИ! У тебя всё в порядке? У нас будет мальчик! Угу! Я… Я думала, ты будешь рад! Я рад! Пойдём, поговорим! Галочка, дорогая! Мне кажется, что мы с тобой уже поговорили обо всём! Помнишь, я сказал, что… Что-нибудь желаете? Спасибо, не надо ничего! Ну, что, если ты захочешь рожать ребенка, я буду тебе помогать! Поверь, я буду тебе помогать! Просто с того момента кое-что изменилось! У нас будет сын! Дети, это прекрасно, Галя! Но, поверь, мне нелегко! Очень нелегко! Но я не могу бросить жену и детей! Прости! Жену! Ты мне говорил, что она не доел тебе то, чего я даю! Говорил! Что, я девочка на одну ночь тогда? Галя, поверь мне, это не так! Ты очень хорошая! Ты замечательная! Ты заслуживаешь самого лучшего! Я буду тебе помогать! Обещаю тебе! Мне сложно это говорить, но… Всё! Прости! Наши родители дружили, ну и мы! И Денису, когда было девять лет, а мне семь, он сказал, что женится на мне! Все тогда смеялись! Не обманул? Не обманул! Мы на третьем курсе поженились, потом родилась Майя, потом родилась Анечка! Потом, после института я хотела сразу пойти на работу, но Денис меня не пустил! Он сказал, что ему нравится, что я делаю для него дом! Он так сказал! Не скучаешь по работе? Ну что ты? С моими козочками не заскучаешь! Я ж целыми днями с ними ношусь! То на танцы, то на пение, то на рисование! А дом вести? Ты наверное думаешь, что я заурядная домохозяйка? Да ты что, быть хорошей мамой, женой это тоже работа! Творческая работа! Извините пожалуйста, у вас не найдется зарядки вот от такого телефона! У-у-у! Я просто собиралась так спешно и не взяла ее! Иди посмотри! Посмотри, подходит? Нет! Хочешь позвонить с моего телефона? Пусть тебе принесут зарядку! Спасибо большое! Мне просто некому звонить! Ты на сохранении здесь? Да! Так у тебя будет ребенок! Это же самое прекрасное! Главное в жизни! Ну, знаешь, наверное ребенок становится самым главным, когда все хорошо с мужчиной! А когда планируешь стать матерью-одиночкой, какие-то другие приоритеты в жизни! У тебя это первый ребенок? Да! Слушай, когда у меня должна была моя родиться, я тоже боялась очень! Как все будет? Я думала, вдруг я буду плохой мамой! Ты нервничаешь, потому что неопределенность! Как только родится малыш, сразу все станет на свои места! Яблоко хочешь? Я хочу, да! Спасибо! Вот! Спасибо! Я вообще считаю, что нужно говорить то, что беспокоит! Нужно выговаривать все для того, чтобы на душе было легче! Я просто одна в этой палате! И мне не с кем говорить! Так ты переезжай к нам! Правда, Нин? Конечно! А зарядку мы тебе найдем! Хорошо! Класс! Спасибо! Ничего не понимаю! Ей же стало раньше! Постой! Извините! Извините! Да ничего! Извините! Пожалуйста! Слушайте, сидела, никого не трогала, читала книжку, меня припахали! Это вам! Спасибо! Это вам есть теперь ваша медсестра! Спасибо! Ой! Толкается! Так странно, мальчик! Я к девочкам привыкла! Что мы с тобой делать будем? А что делать? У тебя же муж хотел мальчика! Пусть сам с ним и разбирается! Правда? Да! И в футбол гонять будет! И компьютеру научит! У меня тоже муж хотел мальчика! Ой! Я в прошлую беременность чего только не делала! И бобовы ела, и мясо, и живот огурцом! Получил все равно, Анютка! Потому что это чушь все! Да, конечно! Какая разница, что есть? Ведь пол определяется во время зачатия! Это точно! Теперь вообще уже не важно, кто у меня! Мальчик или девочка! Теперь не хочет меня видеть муж, и сына не хочет! Если б я знала, что так будет все, я б наверно… Ну что, ты вот родишь и забудешь обо всем на свете! Конечно! Да-да! Все! Все будет хорошо! И компьютер будет, и футбол будет, и отец будет у моего ребенка! Да ты еще сто раз замуж выйдешь! Яна, к тебе муж пришел? Хорошо! Что, плохо? Что-то нехорошо! Позляжешь? Нет-нет, все нормально! Что читаешь? Интересная книга? Ты знаешь что, тут героини, они не сидят и не рыдают! Они просто идут и берут, что им надо! И я так же хочу! Вот, здесь мы с тобой приземлимся! Давай-давай, садись! Так, значит, вот это приготовила мама! Ух ты! Думал, сам с ним пока несу! Давай-давай, корми сына! Маме спасибо передай! Да, обязательно! Вот это я купил тебе! Так что… Что такое? Нехорошо? Блохо? Сейчас! Позовите врача, пожалуйста! Ч-ч-ч-ч! Давай-давай! Тихо-тихо! Пойдем! Пойдем! Вот так! Вот! Умница! Вот так! Вот! Пойдем! Плохо стало! Я сейчас! Вот так! Вот, садись! Садись-садись! Вот так! Давай ножки! Вот! Вот умница! Сейчас! 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 Все будет хорошо! Плохо! Плохо стало! Что случилось? Голова кружится и точки перед глазами! Юленька, давай давление померяем и капоте на два кубика подготовь! Подождите в коридоре! Ну что, Аркадий Иванович? Ну, давление мы стабилизировали! Будем наблюдать! Наблюдать? А вам не кажется, что надо вообще лечить, а не наблюдать? Пятый день длится ваше лечение, а моей жене только хуже! Может, вам деньги нужны? На лекарства там, я не знаю, вообще нужны деньги! Может быть, надо другого врача найти? Надо признаться в этом уже! Так я найду! Вы скажите! Ну, во-первых, лекарства у нас есть! А менять врача – это воля ваша! Думаю, что лучшей клинике вам вряд ли удастся найти! Да и врача, пожалуй, тоже! Вы не переживайте! Все будет хорошо! Мы делаем все, что необходимо! И, пожалуйста, не беспокойте ее сейчас! Спит! Слушай, этот Аркадий Иванович, он ничего! А, да, он очень хороший доктор! Да нет, я как о мужчине о нем! И, между прочим, он на тебя смотрит! Ой, да ладно! Да? Я сейчас приду! Угу! Нара! Нара! Останови! Денис! Что ты здесь делаешь? Что? Я беременна! Я на сохранении вижу! Я говорю, на самом деле, что ты здесь делаешь? Ты преследуешь Яну? Что? Я даже не знаю, как она выглядит! Еврей, значит так! Если я с Яной или… Я тебе повторю, что если с ними что-то случится? Или Яна что-то узнает? Что? Я не знаю, что с тобой сделает! Ты поняла меня? Ты поняла меня? Вот так! Галя! Тебя там на процедуру зовут! А! Да, хорошо! Угу! Я всё слышала! Яне, не говори, пожалуйста! Да и не скажу! Ага! Ага! Если бы я знала, что так получится, я бы никогда не зашла в вашу палату! Это его ребёнок? Да! Господи! Галя! Он говорил мне, что он будет самым счастливым человеком, если я рожу ему мальчика! Я сама виновата! Я знала, что он женат, знала, что у него дети! Я видела его, он может быть очень опасный! Что он сделает? Я не знаю, что он тебе сделает, но с этим человеком лучше не ссориться! Зачем ты вообще к нему вышла? Я не знаю! У меня была какая-то надежда! Не думала, что он будет таким жестоким! Галя, хватит! Пора остановиться! Уходи из этой больницы и жизни этих людей! Уходи! Хотя бы ради ребёнка! Я уйду! Через несколько дней меня выпишут! Больше меня никто не увидит! Не помешает? Заходи! Можно к тебе? Тебе всегда можно! Ты же моя любимая пациентка! Ничего не болит, ни на что не жалуешься! Я ошиблась, Аркадий! Мы с тобой Яну спасали, надо было Галину! Мальчик нерождённый на неё показал! Галину? Не знаю, меня больше Яна беспокоит! Я, конечно, рад, что по твоему ведомству у неё всё в порядке! А по моему полный провал! Причём мы делаем всё, что нужно, а ничего не помогаем! Чёрный гармоник! Сейчас! Нина! Нина! Галина, её надо спасать! Прямо сейчас! Прямо сейчас! Заходи! Привет! Не могу уснуть! А ты что, таблетки не принимала? Ой, забыла! А потом ты удивляешься, что лечение не помогает! Как так? Ой, что-то я сегодня совсем… Давай! Странно, то пять таблеток было, а теперь целых семь! Знаешь, наше дело выпивать, их дело назначать! Может, тебе лечащий врач дозу увеличил! Что-то у меня голова какая-то тяжёлая! Знаешь что? Мне всегда очень душ помогает! Я туда иду и выхожу другим человеком! Может, правда, посиди здесь, ладно? Я закрываться не буду! Я… На всякий случай, ладно? Конечно, конечно! Давай! Все, я сама, нормально! Давай! Давай! Что ты… Давай! Давай! Где лестница? Туда. Таня, нашатырь. Таня, нашатырь! Галя! Что случилось? Она упала в душе? Нет, здесь. Подняться можете? Как здесь? Спасибо! Доктор что со мной? Юля, померя ей давление. Аркадий, пойдем со мной сейчас. Там Яна, это она в душах. Я сейчас вернусь. Все хорошо. Яна! Жива. Ага. Ну, вот, все хорошо. Таня, живо каталку! Галь, ты как? Живее давай, что ты говыряешься там. Тормально, нормально. В реанимацию, живо. Змея. Где таблетки? Какие таблетки? Где таблетки? Ты травила ее? Я? Ты что? Ты не случайно к нам пришла? Нет. Вот эти. Ты все равно ничего не докажешь. Что случилось? Она хотела убить Яну. Она подменяла таблетки. Она все врет. Что это с таблетки? Ну, быстро. Слушай ты, если она сейчас умрет, мы сделаем экспертизу. И ты сядешь надолго. Ну? Я все это делала, потому что он хотел от меня сына. Понимаете? Я рожу ему ребенка. А у моего ребенка должен быть отец и семья. Что это с таблетки? Кептамил. У нее без того гипертония. Черт. Смотри за ней. Я не собиралась убивать ее. Подумаешь, потеряла бы ребенка своего. У нее и так двое детей. А муж бы все равно бросил ее. Понятно? Потому что с ней даже поговорить не о чем. С этой безмозглой, тупой курицей. И что с ней теперь будет? То же, что и со всеми преступниками. Ну и как же я ребенок? Он же ни в чем не виноват. А разве ребенок Яна виноват? Ее две дочери разве виноваты? Ну что, Мигаева, давай будем готовиться на выписку. Передай ему, что когда будет рождаться, пусть идет головой, а не ногами. В этом деле надо головой. Он понял. Кстати, ты мне должна. Ужин? А... Нет. И интим не предлагай. Ты меня расписывай. Спасибо. Ну что же ты, Денис Сергеевич, а? Ты понимаешь, Яна для меня все. А тут просто как бес попутал. Галя зачем-то ляпнул ей, что мечтаю о сыне. Ну, ее перемкнуло. Я тебя очень прошу, пусть моя жена пока ничего не знает. Это ее убьет, а? По-человечески тебя прошу. Я, конечно, тебе не судья, Денис Сергеевич. Но твоя жена все равно все узнает, когда будет давать показания. Поэтому рекомендую рассказать все самому. И коньяк забери, пожалуйста. Он тебе нужней. Ты прав. Спасибо. Я ж была сниму, я уже был моим панцирем, и теперь я как без кожи. Как же я теперь? Че-че-че. Успокойся, Яна. Правильно, в женских журналах пишут. Женщина должна быть, должна быть свободной, самостоятельной, независимой. Должна найти себе какое-нибудь занятие помимо дома. Я как выйду сразу, как выйду из роддома, обязательно найду работу. Ведь значит, значит, ему просто было скучно со мной. Че-че, все, сядь. Ему чего-то у меня не хватало. Послушай, послушай, я никогда такого никому не говорила. Ну, может, простишь я его, ну, хотя бы на первый раз. Да, он поступил по-свински. Но эти 10 лет, которые вы вместе прожили, ведь они что-то значат. Значит, я видела, как он страдает, он любит тебя. Ну, ты видела ее. Ты видела, она яркая, красивая. Ну, как ее можно не любить? Ну, выбрал он кого. Да, яркая и красивая, но не любимая. Все равно, все равно. Как я его прощу? У него родится ребенок, а другой женщина в тюрьме. И, между прочим, это будет брат моих, брат моих детей. Бедный малыш, он тут вообще ни при чем. Но ведь ты можешь изменить его судьбу. Что? Ты думаешь? Ну, для начала можно взять опеку, Денис все-таки и его отец. А Галина? Она же не отдаст. Ну, если она хоть чуть-чуть мать, то отдаст. Возьмет ли только Денис на себя такую ответственность? Ну, возьмет. Нин, что случилось? Зоя, подожди, случилось? Да, у тебя по телефону был такой голос? Нет, ничего не случилось. Все хорошо, Зоя. Просто я тебя обидела и... Ты до смерти меня напугала. Зоя, ну, прости меня. Ты меня всегда поддерживала. И когда я замуж выходила, хотя Славка тебе не очень нравился, я знаю. А я... Зоя, чтобы не случилось, я на твоей стороне всегда. Я хотела, чтобы ты это знала. Все? Ну, прости. Ну? Ух ты, какое платьице. Да. Я не видела у тебя такого. Куда ты собралась? Да, это я с Аркадием встречаюсь. Ммм, свидание? Нет, нет, это не свидание. Просто это благодарность. Он меня в больницу устроил, а я ему уже. Вот. Свидание? Нет. Спасибо за прекрасный вечер. Вот мой подъезд. Я пошла? Прекрасно. Пойдем. Нет, не надо. Я сама. Надо, надо. Я не могу тебя одну отпустить. Я переживаю за тебя. Кругом очень много маньяков. Пошли. Пошли. Сон? Опа. Сюрприз. А я вот давно тебя здесь жду, Нин. Я же говорил тебе, что маньяки могут поджидать где угодно. Нин, а я, между прочим, давненько заприметил. Тебя с твоим мужиком. С кем ты связалась? Нет. Он же пьян. Слава, уходи, пожалуйста. Так, молодой человек, сами понимаете, вам пора. Дела семейные. Пойдем, Нин. У нас с тобой нет семейных дел. Что значит, у нас нет семейных дел? Я провожу. Вот так вот, да? Я все понял? До свидания. Звони. Извини за все это. И спасибо тебе. Наговаривает твой друг на меня. Наговаривает? Ну, я вовсе не пьянен. Я же не твой мужик. Это легко исправить. Что же такое свобода? Для каждого она своя. Кто-то понимает свободу, как вседозволенность. И потому теряет ее. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Кто-то в погоне за свободой готов жертвовать своей настоящей любовью. Но такая свобода будет ему не нужна. А кто-то так устал от свободы, что мечтает от нее избавиться. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Почему-то часто люди боятся потерять свободу в союзе с другим человеком. Но разве можно потерять свободу с тем, с кем ты действительно счастлив? СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 Ну, что мы с тобой как подростки? То ты у меня ночуешь, то я у тебя белием туда-сюда. Ну, и что? СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ auxiliary Сколько тебе нужно времени, чтобы собраться? СПОКОЙНАЯ inspections? Подожди, подожди, а то, что сейчас было? Это ты мне так предложил жить вместе? Я себе как-то по-другому представляла. Скажи, как? Я сделаю. Не знаю. Ты мог хотя бы попросить, например, моего согласия. Ты что, не согласна? Нет, может я и согласна, но ты-то об этом не знаешь, тем более не знаю. У меня тут все рядышком. Зойка тут, у меня Димка тут, у меня Бар тут. Эй, слушай, я должен на руках внести тебя в свою берлогу. У меня может быть не берлога, а, гнездышко, зато тепленько и миленько. Ура! Давай, давай, давай! Кажется, придется сделать предложение. Ребята, ребята, Лен, ну, давай не сейчас, а? А когда? Ну, когда, когда? Лен, хватит, да, все! Тогда, когда! Все. Ты что, не собирался делать себе предложение? Лена, я сейчас не могу! Дурак твой, Матвей. Если бы такая женщина была со мной, ее женился бы на ней не задумывался. Что ты видела? Так странно. Один ресторан с дурацким названием «Шарлотка». Хороший ресторан? Пойдем пообедаем? Угу. Угу. Ты ждешь кого-то? Ах! Зойка! Где? Чего уже три часа? Все, я в душ. Почему ты мне не сказала, что сегодня у тебя Аркадий? Чего я как дура припела с ней? Зоя, успокойся. У меня теперь всегда Аркадий. Съехаться решили? Ага. Ну, он только сегодня предложил, но как-то, знаешь, так неромантично. Слушай, слушай, ты жиру бесишься. Мало ты романтики хлебнула со своим Славиком. Может, теперь будет просто любовь? Дубовь? Просто? Угу. Ну, ладно, я согласна. Как Антон-то? Сужает круги и ставит вопрос ребром. А ты что? Ну, а что я, понимаешь? Просто есть один человек, но это не вариант. Твои секреты? Почему не вариант? Ну, потому что он не женится никогда. Чего, женат? Просто принцип такой, нету все. Я тебя умоляю, ну, мало ли, что он говорит. Вот наш Димка, он вообще ярый противник брака. Но я уверена, встретится какая-то вертихостка, женится тут же, вот моментально. Вот увидишь. Ты думаешь? Уверена. Главное не то, что он не хочет жениться вообще. Важно то, что он не хочет жениться конкретно на тебе. Вот, понимаешь, Нин? Привет. Здравствуйте. А вы почему такой нарядный? Мы с Ниной собираемся посетить ресторан, и будем счастливы, если ты присоединишься к нам. Что? Подруги моей Ниночки, мои подруги. Дорогие друзья, я вам очень благодарна, но, пожалуйста, как-нибудь без меня. Дорогая, я приглашаю тебя на романтический ужин. Слышь, он романтический. За вас. А где кольцо? А? Простите. Кольцо. Вот. Мешает играть. Надень, пожалуйста. Просто. Хочу, чтоб все видели, что ты моя. Слушай, давай сбежим отсюда на пару дней. Только ты и я. Куда захочешь, хоть в Париж. В Париж? Я никогда не была в Париже. Я вообще нигде не была. Да, Матвей-то тебя не особо баловал. Не надо об этом. Матвей, деньги нужны для нового бизнеса. Какого бизнеса? Да я не знаю. Ну что? Париж? Не-не. Почему? Меня мама твоя уволит. А я ей скажу, что у тебя гастроли в Париже. И вообще я здесь управляющая, а не она. Ко мне в кабинет. Живо. Вспомни, она и появится. Тебе очень идет. Сядь. Скажу еще к ноге. Надо будет, скажу. Ты чего добиваешься? Ты хочешь, чтобы я ее уволила? Я это сделаю. Это запросто. Пивечек много. Сын у меня один. Ты зачем ей кольцо подарил? Я видела. Мам, я давно хотел тебе сказать... Вот только не надо. Вот только не надо мне про любовь. Ты играй. Играй, да не заигрывайся. Если каждой твоей девке кольцо дарить, никаких денег не хватит. Она не девка. Кирюш, ну неужели ты не видишь? Она не любит тебя. Просто хочет получше устроиться. Сначала Матвей, потом ты. Из-за вашей интрижки он, кстати, увольняется. А между прочим, хороший финансист. И положиться на него было можно. Так усынови его, раз он такой хороший. Не огрызайся. Ты мой сын. И я не позволю, чтобы тебя использовали. Теперь о деле. Матвей сдал на документацию. Тут есть кое-какие нестыковки. Он сказал, что будет разбираться. Но ты тоже переправить. Слушаюсь и повинуюсь. Где тут был отчет за последний квартал? Мам. Мам, вообще-то это моя папка. Никакой личной жизни. Нина. Нина. Ты определилась? Нет. Слушай, это та самая девушка из видений. Только она была еще с парнем. В общем, они ругались. Его я почему-то не вижу. Вон он. Где? Вон. Точно. А откуда ты знаешь? Потому что он смотрит на нее так же, как я на тебя. Здравствуйте. Здравствуйте. Готовы сделать заказ? Здравствуйте. А скажите, а что у вас там? Ну, мы никак ремонт не можем доделать. Нет, я имею в виду девушку. Она выступать будет? Программа у нас только вечером. А Елена, она, наверное, скоро вообще уволится. Ей сделал предложение сам управляющий. А, так как с заказом? Пять минут нам дайте, и мы будем готовы. Она не должна выходить замуж ни за какого управляющего. Она должна быть с ним. Они поссорились, это убивает моего визю. Нина, что? Я видела, как ее убьют. Кто? Не знаю. У нее голова вся пала в крови. Такое ощущение, что чем-то ударили. Ух ты! Какое у нас ей платье отгрохло. А платье-то свадебное? Замуж собралась? Ну, не то, чтобы собралась, но готова рассмотреть предложение. А ты? А что я? Не-е-е, мы ведь там были уже с тобой, Зоя. Да. А что, не бывает так, чтобы женились и все хорошо было? Так, не будет ничего хорошего. И зачем надо вообще это? Значит, говоришь, не женишься никогда. Да при чем тут я? Вообще? Конечно, ни при чем. Все вы такие. Потом найдешь какую-нибудь козу и женишься за три дня. Ну, подожди. Я не пойму, ты чего хочешь это я? Уже ничего, Дим? Давай. Я вообще не понимаю. Она советует со мной выходить ли ей замуж у своего подлеца бывшего мужа. Это нормально. Со мной советуются. Лен, тебе не кажется, что ты как-то слишком быстро приняла решение выйти замуж за другого? Давай мы еще раз с тобой все обсудим. Спокойно. Мы уже с тобой все обсудили. Лена! Ты знаешь, я не могу сейчас потратить кучу денег на свадьбу. Я открываю свой бизнес. При чем тут деньги? Да потому что я... Хотел устроить для тебя шикарную свадьбу. Мне не свадьба нужна, а семья. Ничего не понимаю, кто мог это сделать. И чем? В видении непонятно. Там какая-то железя, как, господи, как палка, что ли. Лена! Спасибо вам. Думаю, что ничего страшного. Как говорится, до свадьбы заживет. Хорошо. Лен, ну что мы с тобой делаем? Поссорились, расстались. Из-за чего? Ты жениться на меня не хотела? Я? Я хотел. Я хочу, Лен. Все, отдыхайте. Я очень хочу. Выходи за меня замуж. Пойдем. Выходи прямо сейчас. Ну, прости меня. Прости. Я так перед тобой виновата. Я даже не думала, что так сильно люблю тебя. Так это значит, да. Лена, я люблю тебя. Я же сказал, отыграюсь и все верну. Я же сказал, отыграюсь и все верну. Он завтра выйдет на работу. Ты ведь это не серьезно сказала? Ты же не собираешься выходить за него замуж из жалости. Прости. Прости. Даже так? Я не постоянный. Я неисправим. Я неисправим. Ну да. Наверно. Спасибо тебе за все. Спасибо тебе за все. Матвей Везунчик. Спасибо тебе за понимание. Лен. Да все нормально. Может, прощальный секс? Что? Мне так нет. Иди. Что? Мне так нет. Иди. Марина! Да. Ты трогала мой аквариум? Да. Я только пыль протерла с него. Никогда! Больше его не трогай! Никогда больше не трогай мои вещи! Ясно? Да. Пошла вон. Алло, мам? У нас проблемы. Привет! 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 А можно нам шампанского? Что празднуем? Как вы относитесь к Парижу? Как вы относитесь к Парижу? Ты ездишь в Париж? Нет. Не я. Мои работы. Они кое-кому понравились. И теперь отправляются в Париж на выставку. Представляете? Здорово. Здорово. Поздравляю. Вы же сегодня рады, что ли? Рады? Ребята, что случилось? Что? Ну? Нин, ничего. Не обращай внимания. Поздравляю. Дим. Все просто отлично. Вы поссорились? Да ладно. Да я вас сейчас быстро помирю. Мирись, мирись. Мирин, пожалуйста. Да, ребят, ну… Нин, прости. Да что за ерунда? Еще раз поздравляю. Это… Так это что, он? Зой… Ё-моё… Зой, ты что он мне не сказала сразу-то? Лучше бы этого вообще не было. Зой, ну… Что ж вы так плачете? Вы же из здания сюда пришли. Ясное дело. А ваша ребенка не хочет? Он хочет. Он хочет. Да что касается, оставляй ребенка или так? Эх… Ах… 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 Сюда, пожалуйста. Ах… Вот его стол. А что случилось? Матвей, у нас недостача. Из сейфа пропала огромная сумма денег. Ты ничего не хочешь нам сказать? Нет. Я не понимаю, о чем вы. Там по документам не все ясно, но я почти разобрался. Руки уберите, пожалуйста. Антонина Андреевна, послушайте, может быть... Я обязательно послушаю. Только после. Попозже. Это ваше? Да. Откройте, пожалуйста. Пожалуйста. Это тоже ваше? Нет. И я не знаю, как они здесь оказались. Да что ты. Не все успел списать по документации. Из-за травмы, да? Это не все. Это далеко не все. Где остальные деньги? Я не знаю. Так же, как не знаю, откуда идти. Да? Я слышала, что ты начал свой бизнес. У нас хлопотное дело. Надо много денег. Как это мило, что ты решил покредитоваться у меня. И как давно ты ко мне присосался? Да я не присасывался, Антонина Андреевна. Способный, мальчик. Я всегда говорила, очень способный. Жаль, только одного ты не понял. Со мной так нельзя. Уводите его. Мам, может не надо? Лейтенант, давайте как-нибудь уладим это недоразумение. А мы тут сами полюбовно разберемся. Нет. Полюбовно мы не разберемся. Матвей, мы тебя вытащим. Меня подставили. Я никаких денег не брал. Вперед. Я, я хочу ему верить. Я не знаю, откуда в его сумке деньги. Черт, у меня ноги отекли. Мне подруга рассказывала, такое бывает, когда беременна. Я просто вчера соленую рыбу поела. Ты беременна. У тебя задержка давно? Нет. Такое бывает. Но не в этот раз. Ты чего тесты не сделала? Тест? Тест? Не существует такого теста. Ты чего? Я не знаю, чей это ребенок. Матвея или Кирилла. Господи. Тихо, 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 тихо. Но ты ведь собираешься его оставить? Я не знаю. Лен, прежде всего надо сказать Матвею. Нет. Лен. Нет. Лена. Девушки, разговор окончен. Это изолятор, а не дом свиданий. У всех у вас мужья, братья, дети малолетние. Пойдем. Подожди, я сейчас. Пропустите нас, пожалуйста. Девушка, на выход. Послушайте, вот она, сестра моего мужа, она беременна, между прочим. А он об этом не знает. И она со страху, знаете, каких вещей может понаделать? А у него вообще детей может не быть, потому что он в детстве свинка переболел. А наша мама, она так хочет внуков. А он наша последняя надежда. Потому что у меня, если честно, детей тоже не может быть. И врачи, между прочим, говорят, что... Что за бред? Послушайте, ну вы же хороший человек. И он хороший парень, и он ни в чем не виноват. Нам ведь нужно только одно свидание. У вас же тоже есть жена и дети. Ну представьте, что б если вас без вина обвинили. Типун тебе. Все, все, идите. Вас проводят. Спасибо. Я тут много думал. Я уверен, что меня подставил Кирилл, и что оставшиеся деньги у него. Но я не знаю, как это доказать. Хочешь, я найду эти деньги. Где? Как? Я найму хорошего адвоката. Он докажет, что ты не виновен. Хороший адвокат стоит хороших денег. Но я возьму кредит. Лен, ну, пожалуйста, не выдумывай. Матвей, у Лены для тебя новость. Лен. Какая новость? Я не хотела на тебя так это все вываливать. В общем, я беременна. Так это же здорово. Да, здорово. Я не знаю, чей это ребенок. Твой или Кирилл? Так, все, девушки, на выход. Пошли. Это мой ребенок. Что бы там ни было, это мой ребенок. Слышишь? Что бы там ни было? А? 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 Ладно тебе убиваться-то. Я ж сказал, я все решу. Выпустят твоего Матвея завтра же. Твоя мама сказала? Ай, ничего, это она сейчас расстроена просто из-за этой фермы, которая упала на тебя. Разбирается с ремонтной компанией. Еще Матвей ее тут расстроил. Хм, надо ж, так она ему доверяла, как родному сыну. Ладно, это я так. Уговорю я ее, уговорю. Присядь. Давай сразу к делу. Какой у тебя срок? Какой еще срок? Тот самый. Откуда вы знаете? А ты что думала, ты умнее всех? Я знаю все. Я знаю также и то, что отец ребенка, возможно, Кирилл. Так вот, мне не нужны внуки от ресторанной певички. Ты должна сделать аборт. Мне кажется, это не ваше дело. Этот ребенок от Матвея. Насколько я слышала, ты сама не знаешь, кто отец ребенка. А я не могу так рисковать. Твой Матвей вор, а ты с ним два сапога пара. Сейчас говоришь мне одно, потом будешь требовать алименты. Решила крутить богатого парня. Да мне от вас ничего не надо. Короче, будешь хорошей девочкой, я сделаю так, что Матвея выпустят из тюрьмы. Только не вздумай ничего говорить Кириллу. Он тебе не поможет. Почему? Все будет так, как скажу я. Почему я должна вам верить? А у тебя нет выбора. А у меня нет резона тебя обманывать. А впрочем, думай сама. Будешь потом рассказывать своему ребенку, что его папа сидит в тюрьме, если его папа вообще там выживет. Что? Матвей интеллигентный, нежный мальчик. А в тюрьме такие нравы. Решай. И мой тебе совет. Не затягивай. Матвей интеллигентный, нежный мальчик. Из кармана буду врезать, буду в сером груди не водить. Алло, Лен, это Нина. Они заставляют меня сделать аборт, иначе они посолят Матвея. Я за него боюсь. А вдруг его убьют? Нельзя договариваться с террористами. Я скоро приеду. Ей нельзя верить, слышишь? Так, вы сейчас пойдете и заберете свое заявление на Матвея. Интересно, а это почему? Вы же не хотите, чтобы я выходила замуж за вашего сына? А что, Матвей в тюрьме. Кирилл хочет на мне жениться. Должен же у ребенка быть отец. А вот теперь послушай, что я тебе скажу, девочка. Если Кирилл решит совершить какую-нибудь глупость, я перекрою ему кислород. И посмотрим, сколько вас не протянете без моих влеваний. А Матвей твой будет сидеть. Пожалуйста! Освободите его, пожалуйста! Да прекрати этот балаган! Черт! Кровь! Черт! Черт! Черт, 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 черт! Вот черт, а! Наташа! Наташа! Зайди! Что случилось? Кровь! Надо скорую! Да какая скорая? Она два часа будет по пробкам ехать. Давай, бери ее и ловите машину, и быстро в больницу. Давайте! Давайте! Осторожно! Пойдем, осторожно! 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 Сначала скорая, потом полиция. Многовато! Лена, что с тобой? Ей надо в больницу! Ты можешь ее довезти? Да, могу! Да! Все! Пойдем аккуратно! Я выполнила ваши условия! Спасибо! Матвей! Ты еще здесь? Я пришла поговорить по поводу Матвея. А что Матвей? Матвей по-прежнему отказывается вернуть деньги, которые он украл. А мне они по-прежнему очень нужны. Вы же сказали, не будет ребенка, вы заберете свое заявление. Но твоей же заслуги в этом нет. Выкидыш это случайность. А ты от меня что-то требуешь? Пусть вернет деньги. Тогда и поговорим. Любовь нечаянно нагрянет. Любовь нечаянно нагрянет. Прости. Здравствуй. Кирилл, ты обещал мне помочь. Обещал? Помогу. Мы с тобой такую партию разыграем. Садись. Я могу якобы найти пропавшие деньги. Доложу из своих. И тогда Матвей освободят. Так просто? Да. Или еще что-нибудь? Еще что-нибудь? А, ну да, конечно. Эта игра не на деньги, а на интерес. А мой интерес – это ты. Ты играла со мной в свои любовные игры. А потом меня бросила. Только это моя игра. И мои правила. И поэтому ты будешь со мной. Если, конечно, не хочешь, чтобы Матвея посадили. Зачем я тебе? У тебя же столько денег, ты можешь найти себе кого угодно. Мог бы. А тебе… Тебе не приходило в голову, что… Может быть, это… Любовь? Короче, решай. Хочешь, чтобы освободили Матвея? Адрес ты мой помнишь. Я думала, мы расстались с друзьями. Ты сказал, что тебе все равно, когда я вернула кольцо. Я блефовал, детка. Поехали. Я блефовал, детка. Я блефовал. Ну… Опа! Хе-хе-хе-хе-хе. Ах… Мне будет так холодно. Алло, Лен? Да, это Нина. Нам надо встретиться. Лена, у тебя есть кольцо? Такое, с квадратным камнем. А это? Было. Мне его Кирилл подарил. А где оно сейчас? Это может быть очень важно. Кольцо? Ну да. Я не знаю. Я его вернула. Ленда, что случилось-то? Мне Кирилл условия поставил. Ну, если я к нему вернусь, он поможет Матвею. Вот семейка. У мамаши условия, сыночка условия. Обманет, как его мать. Я не знаю, что мне делать. Для него это все игры. Лен, а давай еще немного поиграем? А я знал, что ты примешь единственно правильное решение. Ты же меня не обманешь. Ты поможешь Матвею? Хватит о нем, а? Сбивает настрой. Давай лучше выпьем за тебя. Давай. А ты мне все-таки врал. Врал, что я тебе безразлична? Ты же все сделал, чтобы мы были вместе. Ты это о чем? Ну как? Ты устранил соперника? У тебя был доступ к документам и деньгам? Ну, скажи, ну теперь же можно? Да. Я убрал Матвея, чтобы быть с тобой. А деньги мне нужны, чтобы делать ставки. Потому что я люблю играть по-крупному. Нет. Какая же ты все-таки тварь. Подожди. Уйдешь, когда я скажу. Руки убери. Это что? Это? Твое признание. Угу. Давайте. Ты как, в порядок? Все нормально? Ладно. Пока ничья, любимая. Ты устранил соперника? У тебя был доступ к документам и деньгам? Ну, скажи, ну теперь же можно? Да. Я убрал Матвея, чтобы быть с тобой. А деньги мне нужны, чтобы делать ставки. Потому что я люблю играть по-крупному. Ты что, им веришь? Это же элементарно. Они могли из обрывков моей речи что угодно нарезать. Я тебе сделаю такую запись, где ты сплетничаешь с Папой Римским про бледний спирс. Где деньги? Мам, ты сама подумай. Мне с чего эти деньги брать? У меня деньги есть. Я что, по-твоему, совсем дурак, чтобы у себя воровать? Ты подставил Матвея, чтобы получить ее. У меня таких, как она. Аквариум. А это аргумент? Кирилл. Браво! Браво! Это ты подбросила? Молодец! Я тебя бросил, ты решила мне так отомстить? Или нет? Она просто пытается выгородить своего дружка. Ведь никто, кроме них, не знал, где деньги. А? Мама, ты что об этом думаешь? Гаденыш. Вот я говорю, каков гаденыш? Что? Мам, ты что, им веришь, что ли? Ты в своем уме? Так вот кто пасся в ресторанных деньгах. Я думала, Матвей. А это, оказывается, мой дорогой сыночек. Мама. Я все это, я все это создавала только ради тебя. Я думала, ты продолжишь мое дело. Ты снова стал играть. Я завтра же отзываю заявление. И завтра же Матвеева и пустят на свободу. И это все? Что-то еще? Кирилл что, останется безнаказанным? Он мой сын. И я сама с ним разберусь. Идем. Вообще-то больно, мам. За свободу. Угу. Ммм. Нин. Спасибо вам огромное. Да вы что? Спасибо. Ленка, если бы не вы, если бы не вы, то... Если бы не я, этой истории вообще бы не было. Ну, все, все, перестань, все уже закончилось. И вообще весь этот бизнес, все это было для тебя. Я хотел быть успешным, я хотел быть богатым, хотел быть достойным тебя, чтобы ты была счастлива. Дурачок. Мне же ничего этого не надо, я просто люблю тебя. Пойдем домой? Пойдем. Передайте спасибо вашему доктору. Аркадию? Нет. Вы ему сами передадите. Вы же хотели у него наблюдаться? Да. Да, если бы не он, Антонина никогда бы выкидыш не поверила. Так это он дал больничный для бухгалтерии? И не только. Он научил нас, как разыграть этот кровавый спектакль. Кстати, ты мне должен новую юбку. Ты бы видел глаза Антонина, когда я к ней кровавые руки протянул. Хорошо. А во мне пропала хорошая кнесса. Да? Ну, может быть. Ты можешь заниматься чем хочешь. Но только после того, как появится малыш. Мы пойдем. Спасибо. Пока. 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 Чего? 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 Ничего. Никогда я не думала, что может быть так хорошо. Сидим, ничего не делаем. А хорошо? Нам даже разговаривать не обязательно. Неужели опять? Нина. Сейчас должно случиться что-то страшное. С кем? С Леной. Звони. Лена. Ну, не уходи. Мне пора на работу. Не надо на работу. Я быстро. Только быстро. Я быстро. Я туда и обратно. Ну, все. Иди. Я быстро. Ну, все. Ну, все. Пока. Я быстро. Да быстро, быстро. Ну, здравствуй, дорогая. Кирилл? Ты чего? А я с тобой еще не закончил. Лена, возьми трубку. О! Телефончик. А она будет занята. Ближайшие минут пятнадцать. Может быть, двадцать. Кирилл, чего тебе надо? Ты думала, со мной можно вот так? Не отвечает. Поехали. Кирилл, ты думала, вы выиграли, да? Нет, малыш. Игра еще не закончена. Кирилл, уходи. И сегодня я намерен ее выиграть. Кирилл. Давай, валяй, сопротивляйся. Давай. Матвей, слушай, Лена с тобой? Возвращайся срочно. С ней беда. Иди сюда. Тебе понравится. Тебе понравится. Все. 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 Все закончилось. Все. Все. Это мой папа. Видишь, какой он смелый? Надеюсь, на этом все. Матвей, он твой. Что? Ребенок твой. Я не сомневался. И этого ребенка пришлось спасать трижды. Да, он настоящий боец. Как будто вся вселенная ополчилась на него. Это не вся вселенная. Это у людей есть особый талант все портить. Как будто все это иго. В смысле? Маленький камушек может оставить большие волнения на воде. А второй переполнить чашу. Ну вот, смотри. Вот это последствия невинных приключений Елены. А вот это невинные слова Матвея. И именно из-за таких невинных мелочей чаша может переполниться. Так что думай, Нина, что говоришь. И не бросай слова на ветер. Наша жизнь неизбежно меняется. Хотим мы этого или не хотим. Есть такие перемены, которые изменят твою жизнь навсегда. И ты никак не можешь этого дождаться. Для кого-то перемены означают конец беззаботной жизни. Ну, что ты решила? Я выйду с тебя замуж. Для кого-то перемена это возврат к чему-то давно забытому. В надежде, что в этот раз все будет хорошо. Как вкусно! О! Димон, здорово! Ты как раз вовремя. Пойдем выпьем, у нас повод есть. Что за повод? А мы с Зойкой опять женимся. Поздравляю. Ну, что, зайдешь? Да ладно. В другой раз как-нибудь. А для кого-то перемены в чужой жизни означают крушение надежд в твоей собственной. Ты знаешь, я только сейчас поняла, что такое по-настоящему быть вместе. поздравляю. Только жаль, это скоро закончится. Привет. Привет. А что ты? Я согласна. Да. Давай жить вместе. И не важно, у тебя, у меня главное вдвоем. неужели меня завтра здесь не будет? Все вот это будет, а меня нет. Зой, ну, чего ты? О, Димка. Он не придет, нет. Зой. Дим, привет. Ну, ты где? А, да. Жалко. Хорошо, я передам ей. Димка. даже проститься не хочет, я же говорила. Нет. Ну, что, неужели навсегда? Зой, ну, прекрати. Ты вообще не на Марсу улетаешь. Скоро день рождения, я к тебе прилечу. А потом ты и будешь прилетать. Часто, часто. Поняла? Да, ты права. Ой, Антон уже извелся, ведь совсем. Что, боится, что передумаешь? Он, Танин, как раз себе уверена. Ругается, что не все вещи забрала. Я тебя жду завтра. Придешь? Ну, конечно. Ну, все, я побежала. Мне нравится. До завтра. Пока. Странная все-таки штука. Судьба человека. Иногда в твоей жизни, как будто ничего не происходит. И кажется, что один день похож на другой. Но бывают такие дни, когда в одну минуту все меняется до неузнаваемости. И меняется навсегда. Привет. Привет. Привет, Зоя. Чушь. Что случилось? Ну, ну, что-то как маленькое. Чего маленькое? Как я без нее? Ну, во-первых, у тебя есть я. Ну, во-вторых, она же не на Марс улетает. Ну, мы будем ездить к ней, она к нам. Часто-часто? Часто-часто. Конечно. Нина, не на Марс улетает. тебе надо бежать? Да. Только я не знаю, куда. не на Марс улетает. как ты не приедешь? Ну, это же твой день рождения. Слушай, Поль, тут такое дело. У меня завтра очень важные испытания. Я весь день в лаборатории буду. Так что, поздравляй. Ближе к вечеру. Угу. Ну, давай я к тебе приеду. Да нет, Поль, зачем? Не надо. Тебе же рожать вот-вот. Давай не будем рисковать, а? Ну, давай. Слушай, тут мама твоя. Ну, ты маме передавай привет. Ну, все, мне пора. Угу. Пока. Пока-пока. Целую. Это из-за тебя он не стал со мной разговаривать. Может, ему не нравится, что вы поливаете грязью его жену? Жену? Ну, надо же. Не думаю, что вы поженитесь. Я вообще когда-нибудь слышала, чтобы ученый с такими перспективами, как у моего Лени, женился на какой-то там медсестре. Я знаю все, что вы ему говорите. И то, что ребенок, это еще не повод жизнь себе ломать. То, что неизвестно, чей это ребенок. Вы же умная женщина. Зачем вы ставите человека перед выбором, мать или ребенок? Да как ты смеешь? Да как ты смеешь так со мной разговаривать в моем, между прочим, доме? Да ты что себе позволяешь, дочь? Как ты смеешь повышать голос на маму? Мама? Ты теперь дочка? Ты в дочке записалась? Аленечка, точно не придет? Да это и к лучшему. Сделаешь ему сюрприз на день рождения. А если он не захочет меня видеть? Глупости. Он сам не знает, чего он хочет. А ты вот, Женечка, какая-то очень уж правильная. нерасторопная, он полька. Еще курсы с десяти уколов не закончила, а как его скрутила? Вы что же мне ее в пример ставите? А ты знаешь, кое-чему можно у нее поучиться. Но в целом, я ведь подумаю, Женечка, я ж не вечная. Ну, кому я вот это все оставлю? Умру. И что, мой Ленечка, вот с этой вот останется? Ой, спать по ночам не могу. Сердце болит. Ну, как он так мог? Тебя всю жизнь знает, а ее? Ну, ничего, ничего. Правда на нашей стороне. Вот будешь меня слушать, и все у нас с тобой получится. Все получится. Ой. Ну, вот. Да, да. Сюрприз. С днем рождения тебя, именинник. Женька, здорово, что ты приехала. Это мне? Угу. А, слушай, пойдем, я тебе кое-что покажу. Ну, идем, идем, идем. Садись, садись. Смотри. Смотри, что у меня получается. Ну, нужно провести еще серию экспериментов, но в целом я уверен, что это то, что нужно. Вот. Вот, смотри, видишь, как парабола идет? А, здорово? Потрясающе. Ой, прости, слушай, я тут заработался совсем. Это тебе? Это мне? Да. А, слушай, а может, мы выпьем за встречу? Давай, давай. Ой, пирожки домашние. Да. Сейчас приду. Я сейчас. А, вот и я. Женька. Какая ты. Какая? Неожиданная. Красавица. Ну, давай выпьем, что ли? За встречу. Ну, давай выпьем. А что ты меня не разбудил? Я хотела тебя проводить. Я не хотел тебя тревожить. Ты же не спала всю ночь. Ну, да. Кстати, у тебя сегодня очень много важных дел. Каких? Ну, конечно. Ты все забыл. Что? Что? Как только закончится дежурство, я сразу к тебе. Будем переезжать. Черт. Обязательно сегодня? Обязательно. Ты вешаешь мне веревки? Ну, все. Пока. Давай. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Семенова Полина 80-го года рождения Первый раз такое вижу Целый автобус Выжившие есть? Куда ты поедешь? Зачем? А мне зачем брали? Мама, я давно уже не ребенок Это моя жизнь! Ты должна была мне рассказать Что рассказать? Что мы взяли тебя из детского дома? Что три года ты ничего не говорил? Только кричал по ночам Эта женщина Она тебе чужая Это я буду решать, чужая Или нет? Может хотя бы она не будет мне брать? Сынок! Давай, стерва Давай, хуже будет Поехали! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Жуть какая-то. Первый раз со мной такое. Столько людей было в этом автобусе, и все были мертвы. Там была девушка беременная, Полина. Наверное, ее надо спасать. Но если визитер показывает мне всех этих людей, значит, они важны в его судьбе. И что мне теперь? Что мне всех их искать? Или остановить автобус, чтобы вообще никто никуда не поехал? Послушай, Нина, то, что я тебе скажу, это очень важно. Как ты считаешь? А чего больше в жизни? Случайного или закономерного? Полине не суждено погибнуть, потому что к тебе приходил ее ребенок. Так. А вот все остальные пассажиры этого автобуса, они оказались там не случайно. Их судьба — это смерть. А кто сказал, ты? Нет. Так распорядилась вселенная. Начнешь помогать им, нарушишь мировой порядок. А такие вещи не проходят бесследно. Как ты можешь так говорить, Макс? Это же люди. И что? Постоянно кто-то умирает. Что теперь, всех будешь спасать? Нет, нет, нет. Я... Я... Послушай, Нина, ты так и не поняла, что тебя никто не спрашивает, чего ты можешь, а чего нет? Ты должна спасти этого ребенка. И не отвлекайся по мелочам. По мелочам? Стоп, стоп. Эта девушка через тридцать лет, она сделает важное открытие в микробиологии. Она остановит эпидемию, спасет миллионы человеческих жизней, понимаешь? Миллионы, миллионы. И ты должна помешать сесть ее матери в этот чертов автобус. Но ведь она сама показала мне всех этих пассажиров. Зачем? А на что их? Жалеет? Жалеет. Но это ничего не меняет. Это лишь говорит о том, что она особенна. И ты должна спасти ее любой ценой. Думаешь, мне их не жалко? Но мы с тобой, Нина, не всесильные. У всего есть причины. И есть свои последствия. Здрасте. Здрасте. А вы к кому? Я к Полине. К Полине. А по поводу? А по поводу? А по поводу? По поводу ремонта. Да. Ага. Полиночка, к тебе пришли. Вот. Здрасте. Здравствуйте. По поводу ремонта. Проходите. Я не буду вам мешать. Хорошо. Проходите. Ну, я бы начала. И потолок бы, честно говоря, побелила. И обои, да, смотрите. Просто мне важно поменять, чтобы были свежие. Хорошо. И батарея тоже у меня. Я перекрасила. Послушайте. Вот. Вот клубничка прямо с рынка. Угощайтесь. Наталья Андреевна. Спасибо. Так. Вы меня пугаете. Что ж так? Смешная. Такая смешная. Да что ж нам делить-то? У меня сын, у тебя муж. Вон ты мне ребенка скоро родишь. Так что мир. Мир, мир, мир. Лучше. Какая непосредственность. Да. То, что на уме, то на языке. Ну, не буду вам мешать. Угу. Не буду мешать. Хорошо. Что? Схватки? Да нет, мне еще рано. Мне еще две недели ходить. Мы на чуме остановились. Да мы… Мы остановились на ремонте. Да. Через две недели. Нет, через пару дней можете начинать. А почему через пару дней? Ну, мне нужно успеть съездить к мужу. Я хочу сделать ему сюрприз на день рождения. Он у меня ученый. Работает в Академгородке. А как же вы с таким животом поедете? Вот и я говорю. Как с таким животом? Послушайте. Я должна вам признаться. Никаким ремонтом я не занимаюсь. И пришла я сюда, чтобы вас предупредить. Вам нельзя садиться в этот автобус. Вы можете ребенка потерять и сами погибнуть. Понятно. Это она вас подослала? Нет. Я девочку вашу видела. Которая родиться должна. Ну? На кого она похожа? Я понимаю, что вы мне не верите, но… Послушайте, если есть малейший шанс, что случится беда… Почему? Что? Схватка? Давайте я вас в больницу отвезу. У вас же схватки. Слушайте, а кто такая? Хорошо, не хотите со мной, я такси вызову. Мне главное убедиться, что с вами все в порядке. Дима, ты… Дима, ты… Зоя, я много думал про нас. Понимаешь, как-то глупо все получается. Я не могу просто так тебя потерять. Зоя, прости меня. Дима, я… Я простила тебя, Диму. Правда? Значит, ты остаешься? Ты… Ты сам все понимаешь. Я-то думал, у нас все получится с тобой. Пожалуйста, не надо. Я… Я все решила, Дима. И ты сам знаешь, что у нас с тобой ничего… Не может быть. Да. Наверное, ты права. Мам, а Дима уже ушел? Почему он со мной не попрощался? Он просил тебе передать, что… что он очень сильно тебя любит. А… ЗВОНОК В ДВЕРЬ Алло. Здравствуйте. Вчера к вам поступила Семенова Полина. Скажите, как она? Семенова, Семенова. Родила ваша Семенова. Как родила? Так быстро? Спасибо. Спасибо большое. Вот молодежь. Все куда-то спешат. Не спросят, кого родила. Мальчика, девочку, рост, вес. Да. Так, Семенова. Екатерина. Здравствуйте. Как самочувствие? Здравствуйте. У меня схватки прекратились. Что-то с ребенком? Все хорошо. Не переживайте. У вас были так называемые схватки Брэксми Хиггсон. Такое бывает у некоторых женщин незадолго до родов. Тренировочные схватки. То есть я не рожаю? Нет пока. Анализы у вас в норме. Так что смысла нет вас больше держать в больнице. Идите домой. Будем ждать вас недельки через две. Хорошо. У вас телефон. Ага. Женя? Полина. Прости. Ты должна нас понять. А где Леня? Ленечка, не хотела тебе этого говорить, пока ты беременна. Но это было бы нечестно. Ты бы нам никогда этого не простила. Чего? Мы с Леней давно любим друг друга. Ты должна это понять и уступить. Полина, ты обязательно найдешь кого-нибудь более подходящего. Подходящего. Что это? На память. Нинка. Спасибо тебе большое. Ну ты чего? Ну, Зоня. Ну чего? Дань, ну ты большой взрослый мальчик. У тебя полная сумка игрушек, лего, компьютер. Зачем тебе этот старый медведь? Это не старый медведь. Это мой друг. Без него я не поеду. Нет, нет, ну ты сама же говорила, я к тебе приеду, ты ко мне приедешь. Ну, нет, а? Ну, Зоя, ты, ты береги себя, хорошо? Хорошо. Да, и Даньку береги. Я вас очень люблю. Мам, ты чего? Ничего. Ничего ты ревешь. Ничего ты ревешь. А ты чего? Я на минутку. Заскочила сказать тебе, что все хорошо. Что, к тебе приходила девочка попрощаться? Лучше. Полина родила. Поздравляю. Куда ты торопишься? На автовокзал? Макс, я знаю. Все, что ты сказал, это правильно. Судьба, не судьба. Да, была судьба, но раньше у них не было меня. И как ты собираешься их спасать? Ведь ребенок уже родился и видений больше не будет. Значит, буду спасать без видений, не знаю. Умолять, угрожать. Яку поперек дороги, кстати. Я верну. Стой. Неужели в тебя ошиблись? Значит, ошиблись. Ты все равно не успеешь. Я не поняла, а где шестичасовой на Академгородок? Так, к этому побуднем шестичасовой, а по выходным он уже минут сорок как ушел. Черт. 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 Черт, черт. Ты как здесь? Да разве не, Черт. Черт. Деваха. Черт. 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 Девушка, куда же вы на таком сроке? У вас сколько? Тридцать семь недель? Тридцать восемь. Тем более. Это я вам как врач говорю. А муж знает? А вы замужем? Ну да, ну, мы еще не расписались, но да, и замужем. Понятно. Я сама решила не ходить в ЗАГС с таким животом. Живую, и мы сделаем нормальную свадьбу. А, кстати, да, может быть, очень скальюшку надо, надо спеть, потому что у нас сверху короткую. А тебе, да, значит не успел, а сейчас, а потом плачу. Здравствуйте. Духота какая. Водички дай. Держи. С газом. Вот так у тебя как. Вот дает. Можно, пожалуйста, погладить шубу? Конечно, малыш. Ты руки мыл? Простите, пожалуйста. Простите, пожалуйста. Андрюша, иди сюда. Такой парень славный. Нет, даже не думай. Мы же хотели мир посмотреть. Сейшелы, Канары, Мальдивы. А с ребенком? Нет ее у нас. Садись. Давай. Давай, давай. Ну, ну, ну. Вот. Отличный коньячок-то. Вот она. Да? Вот она. Да? Угу. Полина. Ты? Девушка, может, к нам в рюмочку, а? Нет, спасибо. Как хотите. Ты чего преследуешь меня? Подожди, я звонила в роддом. Мне сказали, что ты родился. Какое я тебе делаю? У меня тренировочные схватки. Полина, я тебя прошу. Я сейчас попрошу водителя, он остановится. Ты выйдешь. Никуда твой Леня не денется. Ты ничего не знаешь. Он там с этой Женей. Она ночует у него. Да какая Женя? Ты не об этом должна сейчас думать. О своем ребенке. Полина, надо выйти. Тебе нельзя ехать. Ты погибнешь. Я погибну, если я его не увижу. Я должна знать. Что ты должна знать? Должна знать правду. Если все плохо, пусть он мне сам скажет. Черт, Господи. Полина. Дамы и господа, у нас сейчас будет короткая тепловая отдохновка на лодку. Полина, я тебя очень прошу. Не уезжай! Кофе, пожалуйста. Молодой человек, а можно пиво? Пожалуйста. Кофе? Понятно. Новая жизнь, новые привычки. Правда? Тебе бы тоже не помешал кофе. Чёрный. И поспать. Ты знаешь, что она для меня всё. Я жениться на ней хотел. А ты… Ты кто? Да сам ты кто такой? Ты интересуешься моими намерениями? Кто ты такой? Ты что, отец, старший брат? Я? Я человек, который её любит. Ясно? Ну вот что, Слава. Намерения мои самые гнусные. Я буду иметь с Ниной самые развязанные и безответственные отношения. Вплоть до самой своей смерти. Мы будем жить в маленьком домике на берегу моря. Я, Нина и наши шестеро детей. Детей? Детей – это хорошо. А ты в курсе, что Нина не может иметь детей? Видишь, как оказывается, не очень-то она тебе и доверяет, дорогой мой. Я её вылечу. А тебя вряд ли. За него. Ну, я тебя прошу. Ну, сам, Антон, что ты как репёт? Что с дверью? Да ничего страшного. С электричеством что-то. Ерунда какая-то. Зайка, ну, Анатон! Давай, пас, пас! Отпусти! 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 Давай, давай! Ну, давай, давай! Давай, давай! Сомах, от плеча же надо! Это же автобус! Он большое, колесо большое! Я просто… Блондинка с ножом против колеса. Я просто… Да и чёрт, на базе разберёмся. Ну, давайте, поехали уже. Наконец-то поедем. Пойдём. Ребята, этот автобус не должен никуда ехать. Все погибнут. Ой-ой-ой. Мы все когда-нибудь и так погибнем. Дорогая моя, давай мы сейчас сядем в автобус, никому ничего не рассказываем. Нет, давай вперёд. Пойдём, пойдём. Слушай, я тебя очень прошу, ну… Слушай, ты отстанешь от меня или нет? Полин… Фух… Ребят, ребят, вы не понимаете, это очень важно. Нож отдай. Ничего не понимаю. Ты с нами едешь или остаёшься? А правда, что у вас в животике малыш? Правда. Может, ему скучно? Может, он хочет поиграть с моим зайкой? Берите. Опа, какие дела-то, а? Ну, чего надо-то? Андрюша, быстро ко мне! Иди сюда. Чёрт! Ну, это ещё кто такие? Ну, это ещё кто такие? Ну, это ещё кто такие? Я сегодня лекарства не принимала. А? Пойдём. Так, Соня, прекращай. Не травмируй ребёнка. Или ты хочешь, чтобы я оформил единоличную опеку над ним? Стойте! Никуда она с вами не пойдёт. Девушка, сами разберутся дела семейные. Он с ней уже разобрался. Откуда у вашей жены такие синяки? Она больная, лечиться не хочет. С лестницы упала. Видимо, не один раз. Какая-то странная у вас. Лестница. Какой мерзавец. Соня, не ходи с ним. Он опасен и для тебя, и для Андрюши. Пойдём. С тобой я разберусь через суд и докажу, что ты не вменяешь. Ну, что ж вы молчите все! Отпусти ребёнка! Подержи! Это же похищение! Откройте двери! Всё, мы уходим! Надо бы уладить всё по-хорошему! А ты кто такой, чтоб с тобой тут что-то улаживать, а? Ребёнка отпусти! Серёг, ты чего? Андрюша! Зря ты так! Со мной! Все нормально! Во избежание недоразумений! У меня есть разрешение на оружие! Вот, пожалуйста, посмотрите! Это правда! Посмотрите! Вы очень смелый, Сергей Григорьевич! Спасибо! А вы очень красивая! Кстати, как вас зовут? Вера! Что? Ты чего это? Рожать надумала? У меня тренировочные сладки! Мне ещё две недели ходить! Может, за знакомство! И чтобы стресс снять! Вам не предлагаю! Вы в положении! А? Нет, спасибо! Я этого не люблю! А скажите, вы правда выстрелили бы? Нет, стрелять я бы не стал, но и уйти тоже не дал бы! Слышишь? Иди сюда! Что случилось? Ты почему не сказал, что у тебя ствол? Понимаешь, ни одна баба этого не стоит! Она не баба, она моя жена! А Хахаль, Хахаль, ты чего тебе сделал? Я никого не собираюсь убивать! Хочу просто поговорить! Слушай, ты ему приглянулась! Кому? Этому! Ну, точно тебе говорю! Я в этих делах сразу просекаю! Ну, что ты! Совсем не в моём вкусе! А кто в твоём вкусе? Да есть один! К нему еду сейчас! Только я его никогда не видела! Как это? Познакомились по интернету! Ну, а что? Где ещё человека встретишь? Если жизнь – дом, работа! Работа – дом! Да нет! Слушай, ты рожаешь! Нам нужно срочно в больницу! Нет, нам не надо в больницу! Мне надо к Лёне! Хватки тренировочные! Мне ещё ходить две недели! Они тренировочные! У тебя интервал одинаковый! Ты рожаешь! Нина! Нам надо поговорить! Где ты? Аркадий, я не могу сейчас говорить! Я еду в автобусе в Академгородок! У меня дело! Господи! У тебя опять там кто-то рожает? Ясно! Дыши, дыши! Сейчас сделаем круг к посёлку! Там вроде фельдшер есть! Сколько ещё? Полчаса! Вера, полчаса! Господи, как больно! Никогда так больно не было! Всё будет хорошо! Всё хорошо! Ты дыши главное! Ведь с нами врач! Я училась в мединституте, но я не… Иди сюда! Я не могу! У меня практика последний раз в институте была! Нет! Я в фармкомпании! Вера! Вера, посмотри на неё! Я сейчас никто не поможет, кроме тебя! Ну! Давай, соберись! Ты же хорошо училась! Ну, давай, давай, давай! Её нужно положить! Сюда! Прямо в проходе! Дайте что-нибудь! Вещи купите! Вот одеяло! Сейчас, сейчас! Ну! Давай одеяло! Ещё! Да, да, так! Давайте! Вещи, ну! Этого мало! Ещё что-нибудь мятое! Ещё что-нибудь! Ну, что смотришь? Бери, пока не передумала! Давайте сюда! Давайте! Это под голову! Сюда скорей! Тихо-тихо! Только аккуратнее, ребята! Тихо-тихо-тихо-тихо! Осторожно! Тихо-тихо-тихо-тихо! Аккуратно, ручка! Давай-давай-давай! Полина, дыши! Полина, дыши! Я держу голову! Дыши! Дышите-дышите! Слей! Дыши-дыши! Дышите-дышите! Дай руку! Сворачиваю направо, чтобы к фельдшеру, да? Не надо сворачивать! Ребёнок уже пошёл! Прожать будем здесь! Слышишь, давай в больницу сразу! А-а-а-а-а! Чш-чш-чш rol! Чш-чш-чш-чш! А-а-а-а! А-а-а-а-а! А-а-а-а! Пропустите. Сейчас нам навстречу поедет белый грузовик. Родителю снят за рулем, а он в нас врежется. Девушка, какой у вас там белый грузовик? Вам нервы лечить надо. У вас там то стреляют, то рожают. Надо шоку. Вот. Да ладно. Поворачивай. Поворачивай на обочину. Да нельзя, на обочину провалимся. Так надо навстречу куду. Держитесь. Да, осторожно. Держи. Андрюша! Что случилось? Откройте дверь! Заклинило. Не открывается. Я делаю, что могу. Все хорошо. Все будет нормально. Ай-яй-яй-яй, ваша жена рожает. Я не знаю, где мы. Где-то на сороковом километре примерно. Вызовите нас в скорую. Срочно. Надо выгоняться отсюда. Вызывайте. Пошел. Мы же вам помогли. Смотри на меня. Смотри на меня. Все хорошо. Вы что, не видите? Аккуратно. Аккуратно. Аккуратно, собак говорят. Осторожно. Надо вытащить ее на одеяле. А ты с ума сошел? Ее нельзя трогать. Давай, давай. Давай. Ребенок, уже пошел. Через две минуты весь выйдет. Да нет, у нас двух минут. Сейчас. Погоди нас уже к чертовой матери. Я сказала, ее нельзя трогать. Я здесь остаюсь. Помоги, остальные мне останутся. Давай быстрее. Душь ты. Давай, давай, давай. Так, голова пошла. Сейчас весь пить. Черт. Пойду я в питье. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Не уходи. Слышишь? Не уходи. Я пришел к тебе. Не уходи. Не уходи. Не уходи. Не уходи. Вот, все будет хорошо. Хорошо, тушься. Тушься. Давай, давай, еще. Давай, тушься. Тебе надо чем-то перерезать. Давай, что-нибудь, что-нибудь. Сейчас, сейчас. Да, вот. Давай, давай, поднимай. Давай. Давай, давай, вонись. Сейчас, сейчас. Ну, мы не зайдем, милая. Давай, вставай. Вставай! Вставай! Держись, держись, давай. Все. Все, хорошо. Давай, сюда. Слушай, командир, виноват. Больше двадцати часов за рулем. Уснул, силы не рассчитал. С вами у нас будет отдельный разговор, и сейчас нужно помочь раненым. Угу. Полина! Полина! Лёня! Господи! Ой, ну-ка, дай-ка. Дай-ка, дай-ка. Боже мой! Ну, что это? Как ты могла? Ты что, я же тогда ночевать ушел, в лабораторию, потом целый день был на испытаниях. Она меня так обманывала. А, ну, ты что, она хороший человек. Женька, она бы никогда до такого не додалась. Лёнь, давай быстрей распишемся. Не хочу ждать никакой свадьбы. Лёнь, ну-ка. Завтра может и не наступить. Я вас так люблю. Отсюда, добираться-то. Ты? Ты как здесь? Нина, у тебя талант. Все портить. Ну что, ты теперь довольна собой? Я. Ты что здесь делаешь? А ты думаешь, ты спасла этих людей? Нет. Они все равно погибнут. Потому что у них судьба такая. Потому что они жили так. Потому что они всей своей жизнью логически придут к такому финалу. Что значит логически? Вселенная подарила им подарок. Лёгкая, быстрая смерть. Авария. Но ты вмешалась, Нина? И теперь я расскажу тебе, что будет дальше. Вот Вера. Человек, к которому она едет, окажется альфанцем. Когда он обманет её, она в горе пойдёт ночью по улице и несчастный случай. Будьте внимательны, моя дорогая. Этот парень погибнет, разбираясь со своей женой и её любовником. Неосторожное обращение с оружием. А эти? Эти утонут на канарах. Нельзя плавать в состоянии алкогольного обвинения. Этот парень хорош. А его биологическая мама и новые братья не очень. Выберёк. Одно из самых распространённых преступлений. Сонечку зарубит муж топором. А как же её ребёнок? Ребёнок – это случайность. Допустимая потеряность. Но без его матери с таким отцом. Его не ждёт ничего хорошего. Так что, есть вещи, которым суждено быть. Нет. Зря ты мне не поверила. Нет, ничего ещё не кончено. Если человек жив, всё можно изменить. Зря ты мне не поверила. Может, хватит уже? Чего? Я говорю, может, пора в город возвращаться? Всё сказал. Куда вы за руль в таком состоянии? Отвари. Ага, всё будет хорошо. Спасибо тебе. Я бы, я бы, не знаю, такой адреналин ты себе не представляешь. Да, да, куда уж мне. Пойдём. Нас вон тот парень согласился отвезти обратно. Обратно? Пойдём, пойдём. Пора. Мама. Я уже еду. Я люблю тебя, мам. Обязательно приезжайте с мамой к нам в гости. У нас дома живёт собака. Настоящая? А то. Вот вам визиточка моя. Если что, позвоните мне. Разберёмся с вашим мужем. Спасибо. Я тоже хочу такого. Обязательно будет такого. Пойдём? Ну, а вдруг теперь всё будет хорошо? А они должны были. Они должны были пережить эту аварию, чтобы измениться. Как я изменилась после парашюта. Ты же мне сам это говорил. 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 Значит, это правда. Ты нарушила ход событий. Теперь будут страшные последствия. Не важно, что будет с ним. Теперь важно, что случится с тобой. С тобой. С тобой. С тобой. Я уже близко. Я скоро буду. Аркадий, у меня тут всё закончилось. Я могу вызвать такси и приехать к тебе. Нет, пожалуйста, дождись меня. Я уже совсем рядом. Правда, я скоро буду. Дождись меня обязательно. И буду ждать тебе, сколько нужно. Давай. Так, давай, чемодан сюда. Даня в машину. Давай, залезай. Привет. Привет. Антон, привет. Ты приехал? Светка, ничего себе ты вымахала. Жалко. Уезжаю. Ну, пока-пока. Пока, Зоя. Пока, Свет. Что есть наша судьба? Суровый и окончательный приговор или у нас все-таки есть выбор? Кому-то дается второй шанс, чтобы исправить кривую линию своей судьбы. Кому-то кажется, что он идет на ее зов. Хотя это может оказаться роковой ошибкой. Ленечка. Привет. А мы тут с Женей пирожки напекли, твои любимые. Мама. Это ведь ты все придумала. Я знаю, Женька до этого не задумалась бы. Ну, сына. Мам, не надо. Я пойду вещи соберу. Наталья Андреевна, зачем я только вас послушалась? Я раньше хотя бы могла с ним дружить. Теперь у меня этого нет. Кто-то находит в себе силы взять судьбу в свои руки. Аркадий? Аркадий? Алло. Все мы хотим знать, какое будущее ждет нас впереди. Исполняются ли мечты? Оправдываются ли ожидания? Реализуются ли наши планы? Но бывают моменты, когда ты все на свете отдашь. Чтобы знать только одно. Что все будет хорошо. Что судьба дает тебе надежду. Надежду. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok